Сап, Биг Бой! Предыдущим гостем подкаста был Юрий Быков. Его новый фильм «Сторож» миновал большой театральный прокат и вышел в стриминговом сервисе Кинопоиск HD. Как вы помните, Юрий сказал, что если его фильм посмотрят в онлайне, то это позволит ему пободаться с кинотеатральной индустрией, которая требует большого зрелища, а не маленькие камерные авторские фильмы. Только вот, к сожалению, отечественный зритель пиратит такой контент и лишь изредка платит, и то за блокбастеры. А такими темпами авторское кино у нас с колен поднять не получится. К счастью, после того подкаста со мной связался Кинопоиск и предложил следующее. Всем моим зрителям, что еще не зарегистрированы на Кинопоиск HD, они дарят 45 дней бесплатной подписки, в которую, кстати, еще и бонусом входит полный доступ к Яндекс.Музике, скидка на такси, каршеринг, Яндекс.Диск и бесплатная доставка в онлайн-магазине Беру. Нужно лишь пройти по ссылке в описании и использовать промокод, которым является название фильма с вот этого постера на английском языке. Это, кстати, один из моих любимых фильмов от одного из моих любимых режиссеров, и его можно посмотреть на Кинопоиск HD. Подсказка. Оливия Колман после съемок в этой картине получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль. Таким образом, вы одновременно поддержите авторское кино отечественного производства в лице Юрия Быкова, поддержите меня, а также получите полтора месяца бесплатной подписки на сервис, на котором вы сможете посмотреть новые серии любимых сериалов в день их выхода, а также сможете найти себе фильм на вечер. Ссылка в описании. Ну а мы начинаем. У тебя могли увезти товарный знак и сам, собственно, бренд Михаил Оскара и без тебя уже провести эту премию? Да, но тут очень сложная ситуация непосредственно с брендом, так как вот это все полушутки. Мы его не продаем. Мы хотели все это подвести непосредственно под премию. И вот тут уже нужны авторские права, чтобы не столкнуться ни с какими проблемами. Поэтому тут немного не лицо, на самом деле, Михалкова. Здесь немного другая стрижка, немного другой образ и так далее. Здесь все к этому велось. Тем не менее, это надо зарегистрировать. И дело в том, что если ты проводишь без регистрации официальные мероприятия, какие проблемы могут возникнуть? Тут можно предположить, какие. То есть у кого-то возникнут вопросы. У Оскара возникнут вопросы. То есть такое может быть в теории? Естественно, может быть. Потому что сейчас вопросы правообладания. Когда это в виде шутки в обзорах, это одно. А когда ты делаешь мероприятие огромное, это другое. Ну и естественно, когда там, да все будет нормально. А потом выясняется, что на самом деле их предупреждали. Они знали, что не будет к этой дате известно точного решения. И они осознанно пошли на это. То это прям высшая степень скотства, мне кажется. Это только один слой. То есть здесь у тебя могли увезти товарный знак, который ты, собственно, с нуля и создал. Потому что он связан напрямую с историей твоего канала. Сколько лет этому мему? Этот мем, на самом деле, еще старше канала, насколько я помню. То есть я еще до этого все прикалывался и шутил над этим. У меня был планшет и что-то такое было до непосредственно канала. Но в целом с 11-го года, наверное. То есть ему уже 8 лет. Да. Человек захотел ты себе забрать раз. Во-вторых, если бы с тем подходом... Я не могу, скажем так, вот я обрисовал ситуацию на стриме. Я не могу сказать, что вот они прям пытались украсть. Дело в том, что мы обращались в одну контору. Конторы имели доступ они. Ну и я знал телефоны. И в эту контору, сразу после того, как пошел первый разлад после сметы, в эту контору раздалось несколько звонков от неких людей. Мы не можем утверждать, что вот это именно от организаторов. От неких людей, скажем так, которые спросили, можно ли переоформить данный бренд на ООО. Я, конечно же, не могу утверждать, что это были организаторы, но если имели доступ к данной конторе, которая оформляет авторские права, только организаторы и я, скорее всего, ну, наверное, кто-то позвонил от них, возможно, в теории. Но я не могу утверждать, естественно, тем не менее. Ну, получается то, что здесь произошло это. Потом также сама по себе премия, насколько я понимаю, она по факту за вот этот вот промежуток временной реалистично навряд ли бы удалась на том уровне, на котором ты бы хотел бы ее видеть. То есть это, по сути, вышло бы... То есть там ничего, по сути, еще не готово было. То есть это здесь еще человек косикнулся. Не человек, но компания. Но здесь как бы предполагал, что он успеет до этого времени. То есть здесь я не могу сказать, что вот... Да, по факту очень мало было готово. То есть самое важное... Ну, просто ты сказал то, что вот в том виде, в котором... То есть вот с тем подходом от этого человека, который... Ну, я буду говорить... Это мое мнение. То есть это лично мое мнение. Потому что ты знаешь немного другую еще не только от меня. Да, да. Скажем так, от других людей. Ну, нет, я просто пытаюсь обезопасить, а вдруг там сейчас к словам начнут придираться. Это мое мнение. Человечное осуждение. Человек, который тебя кинул, это я считаю, что он кидал, он еще и с таким подходом мог потенциально еще и разрушить твой бренд в принципе. Потому что вот с такой... Если бы были задействованы звезды, как планировалось, я бы на месте этих звезд непосредственно оторвался бы на полную. То есть я бы не простил какие-то там унижения или степ от меня, я бы оторвался, наверное, на полную. Потому что это фиаско, братан, вот этот мем был бы про меня. В тебя бы все этим тыкали. Скорее всего. И потом от этого не отмыться было бы. Ну, скорее всего, да. По-моему, у тебя бы выражение было. Ты говорил, что если произойдет так, как он... Если с такими же темпами все будет идти, то вышел бы просто капустник. Да, да. Ну, мне кажется, что безусловно. При этом деньги, которые в смете были указаны, это явно не на капустник. Как потом выяснилось, что это просто огромные суммы. Я видел сразу, что это огромные суммы. У меня поэтому возникли вопросы. Я обратился к знающим людям, которые сказали, ну, больше не обращайтесь к нам. Это слишком смешные вещи. Ты говоришь, это очень смешно, что кто-то вот такие деньги показывает. Это такая индустрия. То есть, по-моему, опять же, ты же говорил то, что практически... Даже не практически. Наверное, каждый проект. Да. Какой-либо проект ты бы не делал. Кроме, наверное, стендап-тура. Там, как я предполагаю, оно было втихую, но не в таких размахах, как здесь. Но оно все же было. Оно всегда есть, да, безусловно, но не в таких размахах. Просто дело в том, что когда вот такие размахи, то есть, когда вот такими суммами, как там было с первым проектом моим, который мы делали вместе, там, потом мне поступала информация про подноготную, и подноготная там очень расстраивала. Да. Вот это и называется бизнес, когда тебя продают за меньше, получают весь на вас себе. Это уже даже, то есть, смотри, B-Trip, это не самое большое кидалово, да? Я думаю, что одно и самое. А, ну, одно и самое. Ну, мне кажется, да. Ну, я просто... Я не знаю точных цифр, но я предполагаю. Ну, ну, просто по оценкам, по сути, мы получили там 30% от того, что могли... Не 30%. Дело в том, что здесь производственный бюджет не был оплачен. Это как бы мы со своих денег весь оплачали. Там в долг. Это в минус все пошло. Да, да. И дело в том, что, опять же, мы можем посмотреть, мы сейчас в курсе более-менее цен на рынке. Мы понимаем, что за 30 роликов с интеграцией явно не такие суммы. Ну, там... Явно не такие суммы. Окей, чтобы вы понимали масштаб вот всего происходящего, весь B-Trip, весь B-Trip. Напоминаю, что это такое. B-Trip — это проект, где мы с Женей от восточного побережья США на машине проехали до западного и в каждом штате снимали по ролику за 30 дней. Это получается по ролику каждые два дня. Еще важно не просто в штате. Мы в нескольких городах одного штата могли сниматься. Да, то есть мы порой спали там за 2-3 дня, 2-3 часа. И то это хороший показатель был. И вот за бюджет всего этого сейчас нынешние какие-нибудь ютюберы большие навряд ли снимут 1-2 ролика, наверное, да? Да. То есть там... Ну, это вообще ничто. То есть Михаил Оскар, он намного суровее для тебя был, чем суд. Очень плохое время. Но мне просто кажется то, что для зрителей, кажется, что суд был более суровым, потому что там у тебя было 2 ролика, ролик... 2 ролика, когда просто есть ощущение, что ты делаешь правильные вещи, оно такое есть, когда я выпускаю какой-нибудь обзор, я делюсь же своим мнением. Оно может не совпадать с чем-то, окей, это не вопрос. Но я искренне говорю абсолютно точно, опять же, я думаю, что я правильно себя оцениваю. Именно так я в суде себя считал. Опять же, точнее, в инциденте судом. Я делал все, как считал нужным. Вот так правильно сделать. Вот так я прав в этом. Мне кажется, что я прав. Опять же, я не хочу убеждать там... Вот мне казалось, что я прав. И вот в этой ситуации с Михаилом Оскаром, да, окей, меня попытались обмануть, по моему мнению, да, я прав. А делать-то что? Хорошо, изъясняйтесь, граждане чиновники, а делать-то что? Вот этот вопрос возник, потому что тогда получился некий капкан, что люди начали покупать билеты, то есть на меня есть большой рычаг давления, и так далее, и так далее. И вот из этого надо было выплывать как-то. Поэтому в моральном плане непосредственно сам инцидент с Михаилом Оскаром повлиял, наверное, как ничто в жизни не влияло. Я на таком нервике не был, наверное, никогда. Самое обидное, наверное, самое страшное, это то, что этот чувак, скорее всего, дальше будет работать в индустрии, будет дальше работать с артистами. Он уже кинул не только тебя, но и пару других, по крайней мере, одного тоже большого артиста, и ничего ему за это не было. И, видимо, будет бродить призрак по Европе и дальше этого. Проблема в том, что весь бизнес так работает. Это самое страшное. Да я не знаю, если в таких масштабах просто вот эти вот цифры, которые, это конфиденциальная информация, но по-честноку там сумасшедшие цифры, ты смотришь на них, что у тебя, что у... Если ты работаешь на ТВ, вот так там все вообще работают. Да? Там то, что происходит на ТВ, это... Вот примерно по тем же лекалам работали и здесь. То есть давайте мы сделаем вот это, вот это, вот это, подтянем каких-то своих, замастырим просто невероятные бюджеты, их проведем вот так, вот так. То есть так ТВ работает. И весь бизнес так работает. Это самое страшное. Проценты меняются, проценты, скажем так, на кубах. Но суть одна и та же, это самое ужасное. То есть ты доверяешь какого-то человека, определенное время работаешь, все нормально, а потом бам! И сколько историй, опять же, не только от меня. Ты можешь рассказать, какие там происходили с какими-то артистами и так далее. Все знают эти истории, опять же, среди... Индустрии. Да, индустрии. И всем известно, с киношниками мы много общаемся, они рассказывают такие же вещи. То есть это все так работает, это самое ужасное. То есть ты накажешь, наказываешь одного, появляется миллион таких же. И это вот сама суть, сам бизнес так, видимо, у них работает. Это самое ужасное. Не только в России, к слову, но это ужасно. Насколько я понимаю, ты все еще настроен. Не сейчас, может, не через год, не через два, но когда-нибудь все-таки сделать это, Михаил Оскар. В теории, может... В теории, ну, да, окей. А как ты это, допустим, будешь делать? То есть давайте смету, давайте договор, давайте расшифровку всего этого. То есть здесь очень много сыграло на том, что мы долгое время работаем, и время подачи сметы затянулось. То есть они ее не подали сразу, ее чуть попозже дали. И вот когда чуть попозже ее дали, на это все и закончилось. То есть, да все нормально, вот такие суммы. То есть обговаривается небольшая сумма, вот такая будет смете. А буквально через, там, сколько-то недель она становится неподъемной. То есть расчет был на то, что ты все это подпишешь или что? Здесь дело в том, что я в какой-то момент додавил, потому что я, ну, как бы сказал, надо скинуть ее, иначе я ничего делать не буду. Потому что уже понятно, что здесь, сколько, четыре месяца, да, оставалось. Но тут не будет так обидно никому, если это все закончить. И изначально не было же никаких... То есть я... А, меня кидают, сволочь! То есть я просто просил дать мне смету, чтобы понять... И тебе ее не давали, не давали. Ну, какое-то время не давали, когда я поставил, уже сказал, окей, все. Тогда вот на этом точка или смету. Мне, естественно, скинули смету. Необходимо было ее дать. А в чем твои его планы? Это просто странная схема. До последнего не давать тебе смету или что? Дело в том, что вся схема настроена на то, что я не буду лезть в это. Ну, так как здесь... И так много было планов у меня. Делать обзоры, еще чем-то заниматься. Много-много всего накопилось. Опять же, тот же договор с Иви. Мы сейчас работаем. То есть у меня много работы. Я фильмы должен смотреть. И так далее. У меня очень много занятий, кроме этого. И здесь идея самого Михаоскара, надо было, чтобы этим занимался какой-то организатор. А я постольку-поскольку подходил. Там, сценарий правил и так далее. И, возможно, там, самотек и так далее. Оно уже быстро премия. Все-все-все-все. И уже как-то отменишь. А так как я здесь уперся, и во многом там из-за поддержки, повторюсь, друзей женщины, вот, поэтому я уперся в какой-то момент прям железно. И, опять же, тут ситуация, когда до меня как бы наконец-то дошли очевидные мысли. То есть, что это не просто так. Это странно, что столько времени тянут и так далее. Тогда уже надо было сказать, стоп, ну вот, я и сказал, и все это в это вылилось. Но это прямо очень плохо. И здесь, опять же, мутный враг. То есть, здесь нет такого, что я вот против них. Здесь как бы надо выручить вот этих людей, которых ты втянул по своему, там, доверию. Надо вот с этим решить и так далее. То есть, здесь гораздо сложнее. Ты как Рэмбо, который вернулся и такой, раньше на войне. Все было нормально. Есть враг, есть союзник. А тут? Да, здесь непонятно, все кидали. Тут меня кинуть хотят. Да. Но это страшная ситуация. Надеюсь, что 2020 год будет, если он, конечно, будет, еще дожить нужно. Но, надеюсь, он будет. Хотя мы в прошлом году точно так же говорили. Да, блин, год жесткий был. Надеюсь, следующий будет. Но в 2018, я не помню, что происходило, но 2019 выдался прям вот таким. То есть, события, 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 и вот одно в другое перетекает, и каждое следующее хуже, хуже, хуже. То есть, я, опять же, инцидент с Бастой вообще за инцидент какой-то не считаю. Ну, то есть, ну, там никаких проблем и страхов не было. С судом сложно, безусловно, но, опять же, я считал себя абсолютно правым в этой ситуации. А вот тут это... Нету белого и черного в этой ситуации, скажем так. Я попал в какую-то проблемную зону, из которой надо выбраться и понять, что же происходит. Ну, на самом деле, каким-то магическим образом все очень хорошо, на самом деле, относительно... Тфу-тфу-тфу, да. Тфу-тфу-тфу, ну да. То есть, из всех возможных вариантов, из там 14 миллионов, которые Доктор Стрэндж предусмотрел, произошел именно тот, который с наименьшим уроном для всех. Это невероятно. Это чудо на льду. Это зимнее чудо. Надеюсь, через 30 лет снимут фильм, и тебя покажут каким-нибудь там... Нацистам. Нацист, да. Который напал на... Который решил кинуть как раз-таки народ. Я не скажу, что на реальных событиях. А потом будут говорить то, что, ну, мы консультировались с Женей, с его семьей, а потом покажут твою семью, да нет, мы говорили, нельзя так. Да. А потом кто не снимет на этот обзор, и это будет так бесконечно крутиться. А какие у тебя планы на 20-й год? Что-нибудь будет помимо обзоров, какие-нибудь специальные мероприятия, стендап, если не Михаил Оскар? Пока ничего. Я хочу сейчас заниматься... Отстреляться с этим? Нет, даже не отстреляться. Я хочу заниматься обзорами. Сейчас вот новогодняя пора наступила, прям дух новогоднего обзора во мне так и парит. Самое прекрасное время, по-моему, в Новый год. Каждый Новый год, помню, как мы снимали обзор, обмораживались. Это весело, интересно и забавно. И в целом очень люблю этот праздник. И дальше делать обзоры. То есть немножко отдохнуть и потом приняться уже за терминатора и так далее. Внутри самих обзоров, опять же, я тебе до этого говорил, то что... Если, ну, то есть раньше было более такое ха-ха, хи-хи, сейчас, допустим, исторический элемент добавился, там, слегка политический, возможно, я не знаю, там, морально-этический, там, не знаю, как фильм подаётся, как фильм на самом деле вышел. То есть ты всё ещё в этом же плане планируешь делать. Или же у тебя есть какие-то... Или начать делать вайны, наконец-то. Вайны? Тик-ток. Вайны уже нет. Слушай, тик-ток это... Сейчас мы вернёмся к этому, не будем прыгать с тем на тему, но, по-моему, тик-ток это вот та вещь, которая прочертила линию для меня, что всё, я превратился в этого, типа, чувака, говорю, «Ай, блин, молодёжь пошла!» Я не понимаю. Я думаю, что эволюционное развитие обзоров — это тик-ток. Ты в тик-токе уйдёшь? В итоге тик-ток, и да. Каждый раз, когда я вижу вот эти вот тик-токи, где включается музыка, и человек вроде бы на нормальной скорости, но она чуть-чуть ускорена, да вот слегка, но достаточно, чтобы мне было некомфортно. Эти *** старики нас не понимают. Я не понимаю. Я буду из тех, кто молодится. Я не понимаю. Серьёзно, до этого я принимал все... Все новые технологии. Но тик-ток — это вот та, скажем так, соломинка, которая сломала шею верблюду. Я не могу. Старцы просто не понимают все фишки. На самом деле, с обзорами у меня всегда, в принципе, похожий был подход. Просто сами обзоры разделяются. Есть там какие-то смешные. Постебать какой-нибудь фильм на районе — это чисто ради шутки стёб над фильмом. Потому что фильм такой вышел. Как фильм, например, с Домогаровым. Это, в принципе, одного поля ягоды фильма. Да, если сравнить эти два схожих по... Не жанру, но схожих очень обзора. На районе я добавил новостную тему. Потому что это тоже очень смешно, когда ты врубаешь новости, с которых тебе говорит режиссёр. Я показал их настоящность. Это очень сильно дополняет юмор. Да, и мне кажется, что это очень много можно оттуда подчеркнуть и очень много каких-то смешных вставок добавить. Не только сам фильм ещё веселит, а ещё что со стороны происходит. В контексте исторического кино, опять же, вот есть «Утомлённый солнцем» в 12-м году они вышли. Ну, в смысле, обзор, по-моему, в 12-м, если я не ошибаюсь. То есть историческая тема уже тогда. И вот из этого подвида обзоров, современные какие-нибудь Т-34 смотреть или «Движение вверх», там я тоже добавил ТВ-составляющую, потому что очень интересно смотреть, что вокруг фильма творилось, как туда заманивали людей и как люди будут воспринимать этот фильм. Потому что есть огромная разница между тем, как человек воспринимает фильм, если он идёт просто на кино и смотрит кино, и если перед фильмом есть плашка, основанная на реальных событиях. То есть если есть эта плашка, она работает невероятно. Ты можешь проглотить любую глупость, подумав, что это основано на реальных событиях. Яркий пример — это Фарга. Да. Вначале... Это невероятно сильно взаимодействует со зрителем. Ну нет, ладно, это... Я хотел задать тебе вопрос, в этом случае это плохо или нет, но потом вспомнил то, что здесь нет реальных имён. Нет, там, по-моему, берётся за основу всё-таки... За основу берётся, по-моему, газетная вырезка про... Там некое событие, где муж, по-моему... Или труп нашли вот в газонах. Окей, там... Соль в том, что там никого не оскорбляют, за счёт кого-то, скажем так, не вывозят, а вывозят за счёт сторителлинга. Не берут реальный исторический факт, не берут реальный историческое имя и не обливают его грязью. Берут некое событие, которое схоже, и основывают на нём свою историю, дополняя выдумкой. И нигде не говорят, что вот этот там полицейский Джо Хилл такой и был полицейский. То есть, ну, такого нет. Это, конечно, тоже мошенничество, будем честными. Но нет, почему? Технически оно основано, но реальная история как бы она... Слушай, кино, в принципе, это один большой обман. Безусловно, безусловно. Ты смотришь два часа обмана, как куча взрослых людей прикидывается кем-то, тебе рассказывают истории. И здесь это как бы, ну, окей, добавили ещё чуть-чуть выдумки. Никто от этого не страдает. Если не используются реальные имена и реальные события, безусловно. Но, тем не менее, это очень сильно влияет на восприятие зрителям самого фильма. И, опять же, это пронюхали отечественные киноделы, которые пихают эту плашку вообще в самые фильмы, которые в теории не должны быть. Или продвигают этот фильм, чтобы зрителям этот фильм именно так воспринимался. Если есть этот контекст, что этот фильм основан на реальных событиях, то тогда человек воспринимает его более лояльнее. То есть он видит фильм, он какие-то глупости может списать. Ну, раз основан на реальных событиях, так и было. Наши герои. Да, 10 человек убил с автомата. Ну, был, наверное, такой. То есть немножко додумали, допустим. А по факту, то есть они всё выдумали или грязью облили людей. Вот это больше всего коробит именно в таком подвиде, так сказать, обзоров. Ну, то есть ты и планируешь, дальше именно на такой вот подход. Или... Ну, я к тому, что... Есть ли какие-то идеи... Идеи выходят именно из самого фильма. То есть мне необходимо посмотреть фильм, и уже я придумываю что-то, что можно на чём основывать. Мне нравится как раз пытаться как-то это совместить с сюжетом, который будет перекликаться там или с современными событиями, или с самим фильмом, с чем-то. На этом играть, потому что я бы такое смотрел. Мне было бы такое интересно. Твой, скажем так, творческий подход и твой творческий интерес заключается именно вот... Мне интересно смотреть фильмы, мне интересно их разбирать. Я очень люблю российское кино, что бы кто ни думал. И я, опять же, выберу между... Вот ты на необитаемом острове и смотришь, выбирай, или только голливудские фильмы, или только отечественные. Я выбрал бы отечественные. Отечественные ты имеешь в виду российские, или ещё и советские? Ну, тут, если брать количество, конечно, очень тяжело будет выбрать. Надо брать вообще весь кинофонд. То есть, ну, это будет несправедливо. Но, тем не менее, мне российское кино очень нравится. И, да, очень мало картин, которые хорошие выходят. Тем не менее, за одну фразу в заводе складно, можно как бы простить вообще всё и не смотреть никогда западное кино, потому что он говорит фразу складно, и это очень забавно. Не хватает, то есть... Не хватает хорошего, безусловно, кино. Но, тем не менее, отечественное кино мне очень интересно разбирать и смотреть. Если это совсем не какой-то ад, безусловно, вот какой-то последний обзор, там, предпоследний... Нет, последний, но в контексте выхода... А, в контексте выхода подкаста тоже последний. Только не они, пришелец, вот это всё. Это, естественно, невывозимо смотреть. Но иногда и надо такие обзоры делать. Здесь попросили. Тем более, зрителям надо, чтобы вот просто... Час бомбежа. То есть, это тоже один из подвидов. А как думаешь, вот именно как форма развлечений, как форма своего досуга? Почему народу интересно это смотреть? То есть, в плане, допустим, движения вверх, это интересный, да, какой-то культурный феномен. То есть, там, людей черняют, всё что угодно. А вот обзор на фильм только не они. Вот как думаешь, в чем заключается интерес зрителя? Не твой авторский? Хотя... Нет, это тоже... Я тоже зритель, не своего обзора. Но я смотрел, например, АВГМ. То есть, мне нравится, как он бомбит. Просто, опять же, я... Мне очень интересно наблюдать за его реакцией и как он будет, даже если это не шутка, просто там он обычно оскорбляет игры, как он это подаст. Потому что это очень интересно. То есть, это в первую очередь разбор? Или это комедия? Или это именно весь интертеймент, который ты получаешь как зритель, заключается в бомбеже? Ты как думаешь, Здесь совокупность, мне кажется, что здесь идет... Вот я как зритель хочу смотреть, опять же, если я смотрю обзор АВГМ, я смотрю, вижу, какая игра паршивая. Просто меня удивляет и смешит сам факт существования такой игры. И он показывает какие-то кадры из этой игры или там что, гличи и так далее. Меня это тоже удивляет. И потом он еще допиливает это своими эмоциями. И я понимаю, да, я действительно так бы себя ощущал, если бы я эту игру купил за полную цену там в 90-х, образно говоря. То есть, если вот мне такой картридж пришел бы, там, я в него... Ну, картридж нет. Я тогда радовался любому говну. Но вот сейчас возьмем, например, если я куплю за большие деньги что-то, это будет таким говном, у меня будут такие эмоции. То есть, я смотрю и сопоставляю все это вместе, и мне нравится такое. Но это в контексте подобных обзоров. Я даже не в контексте АВГН, потому что АВГН все-таки это... Я моложе, и я не был настолько богат, у меня не было столько картридж, у меня была Тенди, я играл в любое дерьмо. Две вещи. Тебе самому что больше нравится, какие делать типы обзоров? Вот именно вот такие вот, где на районе, где прямо вот смех, типа, господи, боже мой, что происходит? Или более серьезно? А тут устаешь от того и от того. Поэтому необходимо делать... Сначала сделать исторически, второй исторически уже надо немного передохнуть, потому что, во-первых, очень сильное давление, давление непосредственно своим фильмом, точнее, истории, которые стоят за фильмом, например, СТ-34, просто невероятный вал там всего. Ты про концлагеря все? Да, вот это, и это очень сильно давит. То, что ты отсматриваешь вот эти вот трупы и все. Да, и не хочется, не хочется после этого еще раз такое делать. Тебе... Слушай, а тебе когда спишь? Нет. Тебе не снится вот это вот все? Начинают... Какие-то проблемы есть со сном, когда просто ты не спишь и долго делаешь. Там не обязательно это связано с концлагерями или с чем-то. Там кошмары снятся, но это просто от переработки. Если ты в нормальном режиме, то нет. И поэтому, когда исторически вот про Афганистан тоже, ты смотришь все это, читаешь, изучаешь книги, там какие-то случаи, ужасные пропытки, еще что-то, все это накапливается. Накапливается также отношение ТВ-шников к этому всему. То есть они говорят про... Вот это правда, мы наконец-то чтим, люди должны гордиться вот этим всем. А ты понимаешь, что они отвратительно поступили, и вот люди, которые там умирали в лагерях и мучились, они как бы их не так показывают, и они вообще... На самом деле весело было, можно было гулять по лагерю, и это тоже давлеет над тобой. Поэтому не хочется сразу такое же делать. Не потому что... Это просто достало, потому что это груз, его надо как-то... Со временем уйдет, и потом опять хочется бросаться вот это все, изучать, изучать, смотреть, читать. Потому что это просто интересно с, там, исторической точки зрения. Это просто анализировать, пытаться. Я не скажу, что это какие-то гениальные анализы, просто пытаться в анализ, пытаться сопоставлять это все. Это очень интересно. Так же с Нарайоне. Бесконечно лепить веселухи не очень хочется. Хочется иногда отдохнуть от сложных обзоров, от напряженных. Хочется вот поугарать. Так же после этого хочется иногда поорать просто. Вот аааа! То есть, и это все вот меняется постоянно. И благо, спасибо Кинопром отечественному, западному, что они предоставляют такие возможности, они выпускают и такое, и такое кино, и полное разнообразие. И для зрителя это тоже отлично. Я не могу смотреть постоянно однотипные ролики. Хочется, чтобы темы менялись. Здесь вот, как и с фильмами. Смотришь один жанр, с одними актерами, если ты там сериал, ты же не будешь хотеть после сериала, например, Breaking Bad смотреть такой же сериал, абсолютно такой же, где например, эти актеры будут играть других персонажей, как бы, но вот тоже про наркотики. Зачем? Идея в том, что у нас есть благо разнообразия, и можно и туда, и туда, и туда, и в этом плане я не чувствую каких-то сложностей. Когда ты, допустим, в обзоре допустим, на районе, где ты смотришь, ты понимаешь насколько это абсурдно, что происходит саму смешно. И когда ты в кавычках бомбишь, ты по правде бомбишь, или это часть образа? А в на районе я и не бомбил, по-моему. Я не помню, что это морал. Взять только не они. Да-да-да, допустим. Ну мы же, когда первый раз с тобой смотрели, мы же искренне бомбили. Я не знаю, насколько я бомбил. Я прям орал. Ну то есть, там был момент, когда появилась эта девушка и закричала опять... А, нет, сегодня что? День Нептуна? Ты же заорал. Я не знаю, можно ли это. Ты сказал, заткнись, мразь! То есть, был такой момент. И это искренне бомбеж. Зачем вы это выпустили? На это деньги. То есть, у меня искренне горится. Понятное дело, что в обзоре я повторяю себя. Понятно, что я отдохну, и это уйдет. Но я повторяю те же самые эмоции, которые у меня примерно были при просмотре. Особенно вот Крымский мост, когда там черный его сейчас отправят в Бацан, там же черные одни, белых нет. О, ты черная, поехали! С Крымским мостом у меня было не сколько бомбежа, сколько шок. Ну вот, вот. То, что... Это сейчас сняли? Это серьезно сейчас сняли, да? Что? Волосатый шоколад? Или как он там сказал? Я волосатый шоколад люблю. Фу. Вы на... Вот это вот государство считает, что нужно... Вот этого больше я сниму. Нет, вот это замечательный момент, когда... Да олень-то! Да по-русски не говоришь, да по-английски, да вообще олень-то! Ну и в чем шутка-то? В чем же? Ну олень, ну ты же просто оскорбляешь его. И там как бы весь фильм на этом построен. Но авторы считают это смешным, видимо. Маргарита Симоненко. Ну, да, я с тобой согласен в этом плане, но... Здесь... Ну вот здесь вот, лично, если говорить о моем подходе, я как будто бы... То ли мне нужно спортом сильнее и заняться то ли что, то ли мне надо режим в порядок привести, то ли питание. У меня пропало вот это вот раньше, вот как... Вот это вот... И я сейчас, типа, ну... Ну фильм. Ну, давай разберем, что там. Типа, у меня абсолютно нет... Мне только дайпо... Я... Ты опять же, ты знаешь, окружающие знают, мне только дайпо. Я ору везде. Я все... А-а-а-а-а! Мне... Мне я поджигаюсь очень за секунду прямо. И любые темы на кино постоянно горит. То есть... Опять же, выходит на районе, у меня не горит. Я веселюсь с него, мне смешно. Но и обзоры такие же. Я, то есть, веселюсь и тибусь. Но когда выходит какой-то там фильм вроде «Движение вверх», то есть у меня другие абсолютные эмоции. И выходит фильм «Только не они», тоже другие эмоции. То есть это абсолютно искренне. А с «Движением вверх», он, насколько я понимаю, потому что я не следил тогда за вот с всей вот этой вот ситуацией. Я о этом фильме в принципе от тебя узнал. Когда ты сказал «Посмотри его». Да. Но, насколько я помню, его в принципе хорошо приняли, да? Очень хорошо. Это на втором месте за всю историю среди всех фильмов в России по деньгам. По рейтингу он был в топе 250. Он был на каком-то, наверное, там сотом месте, может быть, сороковом. Я уж точно не помню. Не суть. Но топ 250 фильмов за всю историю. И как думаешь, это заслуга именно самого фильма? Или это все, это частично, или, может, не частично, связано с именно вот пиар-компанией, которая, господи, боже мой, это обязательно, это мы, это наша ДНК? Нет, пиар-компания, здесь, я не думаю, что на ней, здесь основа как раз историческое событие. То есть такое большое, хорошее принятие, такое, такое ярое просто. Брайт какой-то. Историческое событие и контекст, в который этот фильм попал. Он попал в контекст, когда у нас, насколько я помню, не дали выступать с российским флагом. У нас каких-то крупных побед не было. И вот этот фильм прям вот в точку ударил веянием общества. вот мы, да, когда-то, но мы побеждали через боль, кровь, там, сложности. И опять же, это такого типа кино, там, посмотри Рокки, посмотри любую спортивную драму, даже нехорошую. Они все равно играют вот и зритель это ощущает. И опять же, в контексте нашего кино такой вот фильм такого уровня вышел, что вот как? А какого уровня? Что там такое? Какой там уровень? Слезовый... Во-первых, ладно, если берем уровень технический, там действительно хороший последний баскетбольный мяч, эй, матч снят замечательно. Ну, а что там такого-то было? Нет, он снят очень хорошо. Что хорошего? Неплохой Хромак. Хромак? Да. То есть я не видел даже Хромака там, что, ну, то есть там очень хорошо пролеты камеры, как снят матч. пролет, нет, нет, как матч, я не видел, что так подавали матчи в каком-то кино, даже западном. Матчи именно с... Подожди. С подачей вот спорта, вот он с мячом бежит, прыгает, еще-еще что-то. То есть я не видел, что так подавали. Взять фильмы, которые я приводил в пример про баскетбол, там даже близко такого нет. Пролетки, вот в этом заключается классный фильммейкинг? Нет. Причем здесь фильммейкинг? Ты спросил, вот что хорошее? Вот есть вот это хорошее фильмы, безусловно. То есть это, действительно, баскетбол там финальный матч, он может захватить и быть интересным только как он подан, только из-за того, как он подан. Нет, здесь я согласен. Да, окей. Но сборы у него, опять же, за основу берется историческое событие, которое вот попадает куда нужно. И поэтому такое восприятие. И все идут, Сарафан хороший и так далее. Никто не критикует, никто не, как с Викингом, например, было. Просто, опять же, я не знал, когда ты скинул, типа, посмотри движение вверх, там, скажи, что думаешь, я вообще не знал контекста, не знал, что это за фильм, как на него люди, там, как, я думал, что это будет очередной вот такой вот обзор, типа, ну, ну, вот на уровне, там, не знаю, на районе, на уровне, там, типа Стебный. Стебный, да. Потому что у меня по правде началась, опять же, я в который раз повторяю, началась мигрень. Когда она не начиналась? По протяжении, когда смотрел, тоже была мигрень. Сейчас мы разговариваем мигрень. 24 на 7 мигрень. Я смотрю, думаю, кто это писал? Насколько, насколько тупорылый сценарий. То есть, я, можно в принципе вырезать все, кроме самого матча. Да. То есть, ты можешь оставить только матч, который, сколько там, минут 30? 40? Ну да, большую часть занимает фильма. То есть, я посмотрю 30-40 минут, я получу даже лучшее, наверное, эмоциональное путешествие, чем вот этот вот придаток в виде каких-то непонятно куда идущих арок персонажей. Я правда не понимаю, А как же за себя и за Сашку? Вот эти эмоциональные выжималки, которые должны работать. Но они, к слову, работают на зрителя. Я вот не понимаю, как будто бы, то ли я другой фильм смотрел. Потому что он умирает. Ну то есть, это уровни, опять же, мы с тобой все время в пример приводили, ты согласен с фильмом Сарика «Землетрясение». То есть, у меня это вышибает эмоции. Там мальчик перед своей мертвой, точнее умирающей маме, мама сидит и говорит, мама, пожалуйста, не умирай. Как это не может вызвать эмоции, я не знаю, оно вызывает у меня эмоции. Мне становится грустно, господи, у мальчика умирает мама. Это понятно каждому зрителю на таком уровне. Но! Потом ты себе задаешь вопрос. Стоп, что за мама? Кто эта женщина? Кто этот пацан? Вы же в кино снимаете, это же кино. Действительно тебе жалко ее? Подожди, это же просто актриса. И все это чудо кино разрушается. И с движением вверх, пока ты не приводишь что-то. На самом деле, почему они там с деньгами, почему они там мешают им выехать, почему они с деньгами с этой операцией, этому как раз Саше. Вот. Почему все это происходит? И когда зритель задает себе этот вопрос, разрушается вся остальная магия, которая скрепляла кривой, косой сценарий. Но она скрепляла из-за того, что он умирает, они играют за него. Лично на меня это вообще не подействовало. Не действует магия. И я в шоке от того, что людям нужен обзор, который им покажет это. Я не думаю, что ему нужен. Люди просто посмотрели, также зрители мои, еще какие-то люди, случайные зрители. И я не думаю, что в общем плане, мне кажется, в сфере ТВ-сферы или там медиа, в принципе, за движением вверх все равно закреплен статус величественного российского фильма. И людям это не нужно. Они смотрят просто вот обзор. Они фильм посмотрели, они смотрят обзор. Я не думаю, что они такие, а, я не могу понять, какой это фильм плохой или нет. Они думают, что вот этот чувак с Ютьюба сейчас хренет. Я не думаю, что там есть какие-то прям вот... Ну просто смотри, если брать вот дискус какой-то общественный, до этого считалось движение вверх хорошо, после этого обзора можно спокойно говорить, что движение вверх это плохо. То есть, видимо, все-таки подействовал он. Влияние определенное, по крайней мере, в интернете, безусловно, канал оказывает. Я тут спорить не буду. Ну я... Из-за аудитории, потому что большое количество людей смотрит, то есть, грубо говоря, посмотрело там 4-5 миллионов. Из них, даже если 100 человек согласят с моей точкой зрения, то 100 человек увидишь, они напишут в комментариях, что им не нравится этот фильм. Почему они сами там, ну... Я, например, не смотрю, я тоже могу посмотреть фильм и не знаю ничего о нем, сказать, что он хороший. Я подумаю, что он хороший. Здесь нет ничего плохого, мне кажется. Я такой же наивный зритель. То есть, я смотрю фильм, если не вдаваться в какие-то подробности, если не пытаться там зацепиться, или если сам фильм в своей магии, опять же, там прячет все свои огрехи, и он проходит, и ты хаваешь его. Если мне кто-то скажет, что подожди, вот здесь вот сюжетный, ты не заметил, что ли? Вот здесь вот этот косяк был сюжетный. Стопэ, точно. Ладно, я меняю свое мнение, потому что действительно этот косяк, да, я не заметил, но он был же. И то есть, я поменяю свое мнение. У меня абсолютно так же... Ты поменяешь? Да. У меня абсолютно другой подход. Мне кажется, если я этого не заметил, посмотрел, и мне это понравилось, то мне это понравилось. То есть, мне не может фильм не понравиться постфактум. Ну, нет, мне может, потому что, опять же, я слишком вот такой зритель. А клиент такой был? Мне очень легко оказать влияние в плане киношном. Поэтому, то есть, показы делают в Аймаксе. С заводом так было же. С заводом, опять же, да. То есть, я очень долго боролся в себе. И, кстати, у нас получилось так в споре, что я сначала пытался оправдывать этот фильм, а потом начал уже ты его оправдывать, а я, наоборот, говорил, что это прям совсем плохо. То есть, у нас переменились мнения немного... Может быть, просто хотел поспорить? Я... Окей, чувак. У нас сначала... Я очень люблю спорить. Да, я понимаю, но у меня сначала было не радикально, но такое мнение хорошее, а потом радикально плохое стало. То есть, у меня, в принципе, даже мнение постфактум может меняться. Опять же, да, я пытаюсь подумать, что там вот как, почему мне это не нравится, начинаю копать, вот это разрушается, разрушается, и все разрушается. И от... Я вышел из кинотеатра тогда, с завода, и сказал, что вроде норм, да, вот что-то вот странно в конце, вот что такое, ну, ну вот норм, ты говоришь, да нет, вот это плохо. Я говорю, да вроде вот нормально. Мы пытались обсуждать, а потом я задал себе вот эти вопросы, вот так, в чем проблема, вот в этой сцене проблема. Давай покопаем дальше, копаю-копаю, и все разрушается. Я понимаю, что нет, мне не нравится этот фильм, и то, что там мое мнение какое-то было изначально, то оно ошибочно. Поэтому делают пресс-показы в Аймаксах. Аймакс оказывает на тебя в контексте там визуала влияние очень сильное. Так было с Интерстелларом. Это любой фильм Кристофера Ноллана? так было с Интерстелларом. Я посмотрел Интерстеллар, и... Просто невероятно. Знаешь, почему? Невероятно. А потом второй раз пересмотрел, уже... Потому что все фильмы Кристофера Ноллана заканчиваются на самой широкой существующей линзе. Идет какой-нибудь отъезд, врубается Хан Зиммер. Там взрыв какой-нибудь. Не взрыв, взрыв в смысле, звуковой какой-нибудь. Очень-очень громкий. Директ от Боя Кристофера Ноллана. Идут титры такой. Ну вот фильм Кристофера Ноллана, опять же, Интерстеллар, я оценивал постфактум. Но его фильм про войну я сразу оценивал, прям в кинотеатре опять же. Слушай, мы смотрели этот фильм Дюнкерк. Дюнкерк. Скоты сявили. Как скоты полнейшие. Я знаю, я могу... Выдло в кинотеатр. У меня нет права теперь, после того, как мы смотрели Дюнкерк, Дюнкерк, я не знаю, как правильно произносится, настолько быдло. Я не знаю, как он произносит. Меня удивлялось, что никто не видит очевидные проблемы. Меня это бесило. Я как быдло сявил, да. У меня нет права больше критиковать людей в кинотеатрах за то, что они там, не знаю, шумят, за то, что они там... Ну мы и не шумели, мы просто переговаривались. Но типа, я когда сижу и кто-то так делал, это ненавижу. Это было, правда, очень тяжело смотреть. То есть мы... Может, по-моему, в какой-то момент просто идёт важная сцена в фильме, ничего может быть. Нет, там не было... Ты на важной сцене ушёл, вернулся, потом важных сцен не было. Причём ушёл просто за пивом. Скучно. Пойду за пивом. Как быдло. Но это естественно. Я заметил то, что ты очень часто... Я слышал фразу в духе «сопереживать героя». Вот. То есть мы там не сопереживаем герою, и это плохо. Это как-то в порядке исключения в контексте этих фильмов, или ты в принципе считаешь, что нужно сопереживать героя? Я в это вкладываю, именно в фразу «сопереживать героя». Когда героя нам раскрывают, и я верю в его существование, я начинаю ему сопереживать. Возможно, слово «сопереживать» здесь неправильное, но я вкладываю именно значение того, что персонаж для зрителя открыт, понятен, и в него можно поверить. То есть, возможно, я не прав, что делаю так, но вот именно слово «сопереживание». То есть, понятное дело, что я не могу... Я знаю твоё отношение к Джокеру, но тем не менее, я понимаю, что такому персонажу в изначальном контексте сопереживать как бы... Нельзя. Он убийца, он плохой человек, но тем не менее, в контексте раскрытия персонажа, я могу всё это понять, и для меня будет сопереживание. Мне не безразлично, что будет дальше с этим персонажем. Хотя я не голосую за убийство ещё людей каких-то, тем не менее, я могу его понять. Просто это звучало... То есть, я думал... Мне кажется, то, что многие зрители тоже так посчитали. Я думал, что это имеет... Надо изменить немного. То, что это имеется в виду... Просто я с таким в корне согласен. Я думал, что имеется в виду... Не то, что в корне не согласен, опять же, неправильно. Я так не смотрю на кино. Вот так, скажем так. Потому что это же искусство. Не бывает... Вот ты так смотришь, я так смотрю, ребята там вот так смотрят. Я думал, что имеется в виду то, что типа герой мразь, и поэтому ему нельзя сопереживать. Нет, опять же, можно сопереживать мрази. Замечательный фильм Scarface. Да, плохой персонаж, но я в него верю. И все-таки, наверное, это и будет сопереживание. Мне небезразлично, что происходит с героем. Да, я понимаю, какая он тварь. Не хотелось бы становиться таким и так далее, но если я сейчас выключу, я не засну, потому что мне интересно, а чем все это закончилось? То есть я сопереживаю героя. Мне все равно грустно, когда его убивают, опять же. Хотя это справедливо в контексте сценария, но, тем не менее, сопереживание есть даже к таким персонажам. Но это же все равно персонаж фильма. Я не министр культуры, который сравнивает настоящих людей, убийц, маньяков с персонажами. Это всего лишь персонаж. И любого персонажа можно как угодно подать. Чему кинематограф, опять же, каждый раз подкидывает доказательства. То есть ты имеешь в виду то, что фильм не предоставляет каких-то причин, по которым тебе не должно быть ни пофиг на него? Да, да, да. А, окей. Это как замечательный фильм, который я там смотрел «Рэмбо 5». Вот замечательный пример того, что мне вообще плевать на тебя, я не сопереживаю ни секунды, и твоей дочке, ни дочке тоже не сопереживаю, потому что вы не раскрыли вообще никого, и это отвратительно. По-моему, у... Как его там звали? Арон Падди Чаевский. Это один из... Я быдлан, поэтому... Это один из важнейших сценаристов. По-моему, он рекорд держит. Нет, есть два таких человека за всю историю. По-отжиманию внезапно. Просто чего? Сценаристы из Дагестана. Да, Давыдович и вот этот Чаевский. В Удеалин еще есть. Они, по-моему, это единственные люди на планете, у которых там три Оскара за сценарий, который написан в одно рыло. Что-то такое. Причем именно так оно и значится. В одно рыло. В одно рыло. Да, он говорит, он говорил то, что вот это вот как раз таки... Потому что это просто популярное мнение, то, что там как-то идентифицировать себя с героем, нужно сопереживать ему. Он говорил то, что это заблуждение. Потому что, как он сказал, есть два типа сцен. Погладь собаку и пни собаку. И самое легкое сказать то, что, ну, конечно же, погладь собаку, потому что мы тогда понимаем, кто есть герой. и так голливудские студии тебе скажут, ну, конечно, мы хотим, чтобы погладили собаку, но на самом деле там Богард, Бетти Дэвис, Кагни, по-моему, его так звали, они построили всю свою карьеру на том, что они пинают собак. И то есть ты смотришь там... Вопрос фильмов. Ну, окей. Желательно фильм назвать, который все смотрели, чтобы... Молчание ягнят. То есть, когда Энтони Хопкинс говорит то, что у него на ужин будет его близкий друг, я не знаю, как на русском эта фраза звучала, ты точно так же, ну, типа... Это, видимо, отсылка еще к немецкому этому, людоеду. Да, тебе точно так же, точно так же тебе интересно наблюдать за ним, как и за... Как эту актрису зовут, я забыл? Которая... Да, да, да. Вот, то есть, тут не в этом дело, тут намного чуть глубже, то есть что ты, да. Харизматичный персонаж. Вопрос, опять же, мы уходим в разбор слова, но сопереживать не значит вызывать... Ну, я понимаю, да, скорее всего, что там другое значение, я пытаюсь оправдать это слово фразами, что... Понимаете, корень же переживает. Нет, нет, твоя идея понятна. Поэтому мы переживаем, у нас вызывает эмоции и Антони Хопкинс, и непосредственно Хлориса Старлин, по-моему, так как ты называешь. Вот твой пример, точнее, вот этот вот принцип как раз-таки, он ярко выражен в фильме, который выйдет скоро. Звучит как угроза. Мы, этот по замятину, там есть же сцена, где герой падает в пропасть, включается... Спойлеры. Да, господи. Спойлеры. Короче. Ладно, это другой фильм. Есть гипотетическая сцена в несуществующем фильме. Есть гипотетическая сцена в несуществующем фильме, которая может, а может быть и не совпадет с фильмом «Мы», который выйдет по замятину, где персонаж падает под слоу-моушен, и там слезинка, там, я не знаю, течет, и все такие «А, господи, он умирает!» Но по факту, да, тебе как зрителю плевать, потому что единственный раз, когда ты его видел, это когда он в лесу подходит к главному герою, там, бухой, говорит, «Ёптай, бензин, мой сын!» Вот. А здесь, здесь, наверное, это работает. Тут нет ни сопереживания в этом смысле, ни сопереживания в другом смысле. Он в прямом смысле просто мразь, на которую пофигу. Говоря о обзорах, о наследии, о том, что будет, о том, что было, помимо, собственно, Михалкова, Михалл Оскара, очень огромной частью твоей, скажем так, бэд-мифологии, является лора, канона, вообще не канон будет какой-нибудь, там входит, собственно, величайший мистер галактус, поедающий вселенные и куриные грудки, куриные мультивселенные поедают целые. Александр Невский, у него, как я понимаю, очень странное отношение к тебе. Да, к сожалению. Если Сарик как-то понял... Принял меня. Принял, да, тебя, принял, в принципе, критику, то есть у меня на подкасте он принимал, типа, да, типа, обосрались, есть такое. С Невским такого не работает. К сожалению. К моему большому сожалению. Я одно время его действительно удивлялся, как можно так снимать, как вот это все происходит, но после всяких фильмов только не они и его подобное уже вот Невскому хочется посмотреть побольше. То есть у тебя... Он думает, что ты к нему относишься крайне негативно. Как будто я прям ненавижу, а на самом деле я искренне обожаю его кино, то есть без каких-либо шуток, потому что оно такое наивно-дурацкое, и оно приносит облегчение между просмотром отвратительного кино. То есть оно... Да, оно плохое, безусловно, но оно такое свое плохое, как будто сын снял. Понятное дело, что-то немного не тот контекст, ему уже 50 лет, но тем не менее, вот того же уровня. То есть это вот родной человек снял, родная... Да, немного где-то ошибся, да, очень сильно ошибся, кино плохое, но я посмотрю, потому что ты же родной человек. Как думаешь, он когда-нибудь... Что вообще должно произойти, чтобы он пошел на контакт? Я уже не знаю. Видимо, надо мне собраться с мыслями, попросить его телефон, позвонить, но я не знаю просто, как он будет на это реагировать. Я пытаюсь добиться внимания звезды, я фанат просто, вот этот ребенок, который сталкерит, но у него ничего не получается, и звезда не склоняется на него. Мне кажется, ты обязан, если получится как-нибудь Михал Оскар сделать, это без Невского, это пустое. Вообще так скажем, жизнь без Невского пуста. То есть вот сейчас он фильмы не снимает, и вот уже не хватает. В каком-то смысле жизнь есть Невский. Некоторые говорят, что жизнь это Шрек, но это большое заблуждение. Я всю жизнь думал, что жизнь это Шрек, сейчас я понял, что жизнь это Невский. Когда Невский приходит к тебе домой, ты гость. Да. На такие масштабы у человека. Ты гой. Ты просто ба! Человек критикует там шоколад волосатый, ты гой. Новые шутки для Маргариты Симоненко. Ну, в теории, допустим, вот представь, если бы Невский перед тобой вот так бы сидел, очень странно было бы. Я не могу представить, но в любом случае, вот это движение первого. У тебя были какие-нибудь, допустим, вот сквозь годы? Вот эти, знаешь, в детстве, когда думаешь, вот нападут хулиганы одного, вот так, вот так, тут так же сидишь и... Здрасте. Что бы ты у него спросил? Какие-нибудь вопросы накопились тебе за все это время? Или что-нибудь сказал? На самом деле нет. Нет, я просто сказал бы, что, Александр, я ни в коем случае не хотел ничего... Если я где-то вас обидел, извините, потому что, если действительно в каких-то первых обзорах я, возможно, где-то проронил какое-то оскорбление, безусловно, я не хотел. Шутки, да, там какой-то стёб, но оскорбления, если они были, извините. Есть люди, которые брали у него интервью, у меня были возможности, точнее, эти люди предлагали задать им вопросы и потом сказать, что это вот я сдавал. Но мне кажется, это довольно подло, поэтому я не согласился на это. То есть, ну, когда ему задают этот вопрос, а потом, а это, кстати, вопрос от Бэткомития, мне кажется, что это прям очень по-скотски было бы. Поэтому я отказался от такой возможности. Но если бы они потом бы добавили бы и сказали бы, видите, ничего страшного нет, и вам стоит подружиться. Мне кажется, что это всё равно довольно неправильно. Вот представь, ты кого-то сильно ненавидишь, а тебя на интервью вызывают и вот этот подкидывают, что вот этот человек, вот он тебе вопрос задает. Это, мне кажется, в моральном плане очень плохо. А с его стороны, насколько оправдана такая ненависть к тебе? Ну, я думаю, что если постоянно человек как-то потешается и стебётся, даже если, там, я говорю, что в последних фильмах его, я говорю, пожалуйста, снимай, продолжай снимать, только снимай. Но я всё равно же, как бы его творить... Вопрос, как он относится к своим творениям. Если он действительно считает их там величайшими боевиками, тогда, безусловно, у нас проблемы. Потому что никогда не примет точку зрения, что вот над этим можно смеяться. Ну, ты посмотрел с ним бесчётное количество, наверное, интервью. Потому что я-то смотрел там в каком году? Там в 2012-м. Я не знаю, когда это было, когда ты делал на его фильм обзоры. Всю жизнь. Всю жизнь. То есть, некоторые, которые не вышли, ты прям сейчас вернёшься домой. Нет, все вышли на даже фильм, где он в секунду появлялся. А, вау. А, нет, не было только на два, как раз, где он в секунду появлялся и со спины. Я к тому, что, смотря все вот эти вот интервью, у этого человека есть какие-либо признаки самой... какой-то... не то чтобы самоиронии, а какой-то вот рефлексии, понятия того, что он делает. Ну, вот он сначала не принимал фразу вот так вот, потом её сам использовал как мем. То есть, всё-таки есть какие-то надежды? Я не знаю. Но вот факт вот так вот, он есть. То есть, сначала он там нет, нет, хватит. А потом сам начал иронизировать над этим. То есть, вот такой аспект был. Ну, опять же, это мем, который связан с ним, а тут человек, который связан с ним. Поэтому это разные вещи, мне кажется. Ну, это было бы очень-очень прикольно. А мы все об этом мечтаем. Потому что у тебя сейчас ещё ты у Сарика будешь, получается, возможно. Ты спойлеришь. Ну, а какой же спойлер? Дополнительный интерес. Потому что у Сарика-то на канале не особо много подписчиков, и так больше людей узнает об этом. Но с Сариком проще, опять же, я говорю, что я ему в лицо говорил, что у фильма говно. Ну, нет, ты понимаешь, ты бы мог как Танос собирать их на свою перчатку бесконечности, и снять потом ультра-говорный фильм. Сарик, Сарик, Невский, Жора Кружевников, Михалков, и кто ещё может быть. Ну, Михалков, тут очень тяжело, вот в этом плане. И Бондарчук. И потом ты собираешь их все, хлопаешь. И у меня пол лица отказывает, я просто вырубаюсь. И канал удаляется. Причём не мой. Внезапно Давидыча. Первый. Что за хрень? Внезапно просто ничего. И ему нужно 5000 раз отжаться, чтобы его вернуть. Чтобы восстановить. Отжимания бесконечности. У тебя есть какой-то наработанный процесс? Или каждый обзор, за который ты берёшься, он по-разному? Или у тебя есть какой-то протокол? Так, мы сейчас смотрим фильм, пересматриваем его, там, делаем заметки, потом мы съёмка, монтаж, или у тебя всё хротично? Нет, всё время работает по определённому плану. Ну, то есть, понятное дело, что нельзя написать сценарий, не просматривая фильм, и так далее. Смотрится фильм, пересматривается, потом сценарий, монтаж, озвучка, она дополняется, сценарий правится, доснимается видеофрагменты, иногда они тоже дополняются, надо ещё раз снимать, и так далее. То есть, в принципе, всё в одном ключе, не бывает такого, что сейчас вот я вот так сделаю, ну, то есть, это всё сломает всю работу. Тут этот подход, мне кажется, наиболее логичный. Вот я в этом плане, у тебя надо поучиться. У тебя, в принципе, и в жизни такой подход, у тебя как-то всё. Одно время ты вообще как солдат жил. Когда ты у меня жил в Америке, ты просыпался тогда, когда я ложился спать? Я и сейчас стараюсь так делать, вот сейчас не всегда получается. У тебя очень дисциплинированно было, то есть, ты в 4-5 утра подъём, я в это время спать ложусь. А вы за шоколадками шли. У тебя завтрак, у меня ужин, который мне не стоит есть. Ты ещё можешь там одну шоколадку себе, можно мне шоколадку, пончик, большой сабвый сэндвич, да давай тунца, не жаль майонезик вот туда. А что, попил? Да, да. Без капо-вота, пожалуйста, только кока-колу. В диете тоже у тебя то же самое. То есть, допустим, что-нибудь привезут покушать. Обычно как это было? Вот как в прошлый раз было. Я мне только вот, а потом привозят, я начинаю всё это есть, а ты такой, да, я просто воду, ну, я утрирую, ну, то есть ты как-то в этом плане себя контролируешь. У тебя странные какие-то ещё есть загоны по этому, по сладостям. То есть, тебе сладости нельзя есть, если нет горячего. Если нет кофе. Если нет кофе. Просто так их нельзя кушать. Вот, у тебя прям всё как-то по протоколу происходит. Ну, так попроще жить, в общем-то. Спорт тоже. Я сколько тебя знаю, у тебя так, надо обязательно там попрыгать или какой-нибудь... Я прыгать перестал за то, что спина, поэтому сейчас эллипс. Ну, кстати, это намного лучше для, ещё и для, как я их называю, вот этих штук. Колен. Колен. Вот, которые я себе купил недавно на Алике. Да. Испортил, благодаря бегу. 25 лет. Не шутки. Вот. У меня в этом плане абсолютно хаос. Я не знаю, у меня нет режима абсолютно никакого. Это плохо. Я записался на CrossFit, я думал то, что сам факт того, что... Сам факт записи помогает тренироваться, но так не оказалось. Я мог платить за каждое занятие, но я куплю-ка я себе там абонемент сразу на три месяца, потому что тогда, возможно, у меня будет больше стимула туда ходить, ведь я оплатил. Нет. Нет, нет, нет. Я купил себе форму, есть там, не знаю, спортивная штука, которая постоянно мне говорит, вы сегодня мало двигались. Заткнись, не говори никому. Нет. Ну и с подходом к обзору, ну я не знаю, просто как делать обзоры, если ты не пытаешься по графику жить. Замечательность приложения по времени, оно измеряет, сколько времени ты что делаешь, оно помогает очень сильно сформировать день. Я иногда от него отхожу, потому что уже нет времени даже считать время, то есть все настолько происходит, что ты не... Когда уже прижимает, вот как сейчас новогодним обзором, уже сейчас будет прижимать, то есть у меня нет до приложения, уже тут лишь бы все успеть, как хочется сделать, потому что... Ну, у меня еще, наверное, проблема в том, что я заранее не знаю, то есть у меня нет такого, что я могу сделать обзор на этот фильм. Прежде чем я найду фильм, на который я могу сделать обзор, я посмотрю кучу разных фильмов. Вот тут же интересно тоже, вот я думал, что невозможно будет сделать обзор на какого-нибудь, только не они. Интересно попробовать сделать, или на движение вверх. Ну у меня немножечко другой... Ты начинаешь, не знаешь, как оно получится. Другой... У меня один пока неудачный обзор, который не вышел, и никто не увидел. Который я думал, что я сделал, но не сделал. Мифы. Мифы? Он озвучен, он снят, но он не вышел, потому что он не получился объективным, потому что фильм настолько... То есть для меня был челлендж, попробуй, сделай на это обзор. И я не смог сделать. То есть... Такая вот... Окей, сейчас я... Я объясню, что я имел в виду по тем, что я не на каждый фильм могу делать обзор. У меня основной интерес заключается не в том, чтобы объяснить зрителю, что фильм плохой, доказать, что он плохой или хороший, а в том, чтобы как-то интересно поговорить о фильме. Какую-то интересную линзу к нему применить. Мне очень важно, чтобы это была какая-то уникальная перспектива. И очень много фильмов есть таких, которые я смотрю, я в принципе могу объяснить, почему он мне понравился, я могу в принципе объяснить, почему он мне понравился, но это не будет интересным каким-то рассказом. Есть некоторые фильмы, которые мне просто нравятся. Ну, нравится мне фильм. Окей. Хороший. Вот эта вот сцена мне нравится. Вот. И прежде чем я найду фильм, плюс еще нужно же говорить на минут 20 минут. Прежде чем я найду вот такой вот фильм, на который я могу интересно поговорить на 20 минут, я могу посмотреть, не знаю, там, десятки. Ну, можешь делать дайджесты, ты можешь делать не по 20 минут, а по 3, но 10 фильмов засунуть. Как вариант? вот в этом фильме вот эта проблема, потому что так-так, здесь было лучше, а вот в этом вот это, или же находить схожие фильмы. Нет, ну что, я сейчас так и делаю, по сути. То есть, там, если разбор какого-то определенного фильма идет, то, скорее всего, там еще 3-4. Да, я понимаю, я к тому, что можно сделать просто, опять же, дайджесты, то, что просят, или то, что сейчас выходит, чтобы вот так пощелкать их, тоже весьма интересно. Да, информации нет на 20 минут, но есть на 3. То, что просят, мне тоже, кстати, неинтересно как-то, потому что, не знаю, это очень, очень плохо, наверное, прозвучит, очень эгоистично, но, блин, мне кажется, лучше быть честным и искренним, чем... Я это, в первую очередь, для себя делаю. Но, опять же, тебя просят, ты новинки смотришь относительно фильмов. То есть, ты фильмы смотришь, и почему бы не рассказать там про, что сейчас актуальное выходило. Ну, просто большинство из того, что выходит, там, блокбастеров каких-нибудь, у них плюс-минус одинаковые. Ну, это же тоже интересная тема для обсуждения. Почему все блокбастеры стали одинаковые жвачки? Я уже сделал этот такой ролик. Почему блокбастеры стали бесконечной жвачкой с продолжениями ролик 2 и превратиться, в общем, в эту же гидру? То есть, я правда, я уже не знаю, как эти фильмы про Марвел, что еще там можно сказать? Ну, там вопрос именно копания в лоре, наверное, только остается. Потому что с российским кино и вообще с любым кино, мне кажется, что каждый фильм, да, вот Марвел, он выдает, в принципе, схожие, но, если ты берешь какие-то отдельные проекты, они же постоянно под каким-то как раз иным углом. То есть, вот, есть говнофильм только не они, есть говнофильм большая ржака. Разные сорта. И ты можешь посмотреть с разных сторон, ты делаешь, и вроде как тоже, это одинаковое должно быть говно, но на самом деле нет, вообще нет. Потому что тот берет одни темы, этот другие. И вроде как, вообще, если все брать, оно все по структуре сделано и так далее. Ну вот, я про это и говорю, то, что... Но, тем не менее, каждый, на эту структуру надо же еще натянуть там мясо-кожу. И вопрос, что это за будет мясо и что за кожа, вот это же интересно обсудить. Вот этого актера взяли на роль в «Звездных войнах», он вообще не подходит, на который убил Хана Солу. Кайл Рен? Да, ну вот это интересно обсудить. То есть, ну, какие-то вещи в каждом, мне кажется, в проекте можно найти. Ну, то, что он не подходит на роль Кайл Рена... Почему он не подходит? По какой причине? Почему он выбивается? То есть, в каждом ролике, в каждом фильме можно найти что-то интересное и что-то проанализировать. Да, не на весь ситуации. Я понимаю, что это просто пример, если мы говорим про Кайл Рена... Мы вернулись к «Звездным войнам». Так, давай другую тему. Опасно, да, опасно. Если мы начнем говорить про «Звездные войны», то это затянется опять на... Да, на 8 часов. Ломай звук, Стас. Насколько ты считаешь оправданным мнение о том, что ты навязываешь свои политические взгляды или натягиваешь вот как-то обзоры на них? Ну, дело в том, что, опять же, это сформировалось, потому что тот или иной фильм, который затрагивают чаще всего, если это, особенно, брать какие-то мега-блокбастеры, которые вот «Фильм событий!» Оно обязательно, обязательно затронет какое-то событие из... Советского. Советского Союза. Обязательно. То есть, и так уж выходит, что таких фильмов большинство. Потому что какие-то победы, интересные события, ну, там, война, события, на основе которого можно невероятные истории показывать и рассказывать. Это огромный пласт просто информации, и поэтому на нем основывается. И вот поэтому я делаю именно Советский Союз обзора, и так как я критикую... не про Советский Союз, фильм про Советский Союз. И так как я критикую сами фильмы, люди думают, что я придерживаюсь вот взглядов советских. Но, опять же, я смотрел фильм «Матильда». И я... Мне не нравится фильм «Матильда», и это значит, что я придерживаюсь взглядов, опять же, империи российской. И опять же, я посмотрю какой-то западный фильм, и он мне не понравится, и значит, я там придерживаюсь взгляда Путина. Я уж не знаю, как вам в пример привести. То есть, это очень легко делать. Но так как российский кинопром снимает именно это кино... Две вещи. Да. Первое, по-моему, у тебя в обзоре на «Братство» есть, опять же, где ты, по сути, называешь исторический факт, когда Советский Союз плохо, в принципе, поступил морально. То есть... Это уход из Афганистана вот там событие, которое связано с перевалом... По сути, насколько я понял, там советская власть чуть ли не кинула там... Ну, очень плохо поступила. И ты это озвучиваешь. То есть... Еще там жертвы были среди... Да. То есть в этом обзоре там технически как бы и вот с этой стороны, и с этой... То есть там есть какой-то баланс. И в других обзорах просто, опять же... Но вот проблема в том, что фильм «Братство» дал такую возможность. Вот реальное событие было таково. И его можно раскрыть и рассказать про него. Вот оно такое. Но возьмем движение вверх. И там нет возможности... То есть сказать... Вот по правде... Знаете, они показывают, что СССР не давали ему лечиться. На самом деле они обкалывали его наркотиками, чтобы он сильнее заболел. Но не было же такого. Поэтому приходится говорить, что в реальности было. То есть нет ли это для маневров? Нет. И дело в том, что в реальности это было хорошо. Следовательно, ты говоришь все про... Ты говоришь хорошо про Советский Союз. Следовательно, ну вот он ярлык и навешан. А дело в том, что так было в реальности. Но опять же, вот этот пример я на этот раз попробую аккуратнее его произвести. Мы можем взять определенного персонажа, если мы берем Советский Союз, берем Америку, Россию, что любую страну, про нее можно спорить. Историческую, Российскую империю, неважно. Про нее можно спорить. Мы можем взять определенного персонажа, про которого никто не будет спорить. Я не сравниваю страны ни в коем случае, но вот мы возьмем непосредственно Чикатилу. Маньяк, убийца, и все будут соглашаться, что это воплощение такого зла. Никто не будет, а подождите, нет, нет, он нормальный, персонаж вполне хороший. Нет. И никаких споров здесь, скорее всего, не будет. И если снимают фильм, который вот так и было, так и было, они показывают Чикатилу, которому там к его преступлениям дорисовывают то, что он там насиловал и резал кошек, чтобы сделать его страшнее для фильма. И еще что-то добавляют, добавляют вот такого. При обзоре этого фильма я скажу, что вот это вот, как бы оно не работает, это неправда. Они дорисовывают, вот этого не было. Вопрос, я фанат Чикатилы? Или это ни в коем случае я не пытаюсь сравнить Чикатилу с Советским Союзом на Россию и Америке? Нет. Но, тем не менее, вот такой вот пример, мне кажется, будет действенный в контексте, опять же, навешивания определенных ярлыков. Как думаешь, почему это? Это просто потому, что ты превратился в какой-то статус-кво, и это просто какое-то естественное появление контркультуры, где люди просто пытаются, хоть что-либо найти и нашли, допустим, вот тему политики и используют ее как контраргумент, направленный против тебя? Или же это просто природа интернета, где люди любят срать, ругаться? А мне кажется, ничего не меняется, просто сейчас масштабы изменились. Можешь посмотреть комментарии каким-нибудь первым обзором, и там будет очень много комментариев отрицательных. Там они цеплялись, например, за другое. У тебя так было? Просто у меня абсолютно другая картина. У меня всегда была какая-то часть людей, которым не нравится определенный подвид обзоров. Кому-то не нравится, что я что-то хорошее говорю про Советский Союз или плохое могу сказать в обзоре «Братство». Это нельзя так делать. Если мне не понравился какой-то фильм, то уже нельзя так делать. То есть всегда есть какая-то часть людей, просто при масштабах это видно заметнее. Мне кажется. У меня практически всегда была исключительно прям позитивная. Все позитивчик-позитивчик, любовь-любовь-любовь. Как только я сделал, посмел выразить свое мнение по поводу Зака Снайдера, так сразу же появились, слушай, ты, оказывается, мне... Я вспомнил, какой я национальности, какой я расы, какой я такой-сякой, какие у меня там, я не знаю, как у меня... Все, что можно, как меня оскорбить, вот это все появилось и до сих пор оно существует. Ну, это логично. Ну, то есть людям обидно, что мнение не совпадает. Так же там с движением вверх, с горько. То есть это всегда накапливается, если, опять же, ты не переходишь никому дорогу и постоянно милый, и там бьешь только тех, кого все бьют. Ну да, не будет какое-то там противостояние против тебя. Но странно, что они воспринимают это, но это же всего лишь мнение. То есть обидно, опять же, наверное, зрителю обидно, что это мнение на кого-то влияет. Оно, безусловно, влияет. Если человеку показывают ошибку, которую он не заметил, это влияет на человека, и он меняет мнение. Тебе не кажется, что вообще в интернете сейчас как будто бы раньше был период, когда было в тренде быть позитивным? Да нет. Посмотри на меня, я негативил с 2011 года. В 2008, наверное, не знаю. То есть я просто помню, когда интернета не существовало. Я просто помню, что были какие-то вот паблики в прямом смысле позитив или что-то такое. Сейчас модно быть депрессивным. Нет, почему? Есть и позитив. Канал добра и позитива? Про это говоришь? Каналы с картинками-то есть всякие. Ну, есть и позитивные. Все то же самое. Просто разнообразие стало больше. Потому что как будто бы быть добрым уже не круто. Вот именно вот круто быть таким, знаешь, циничным. Смотря в какой, в каком сегменте интернет ты находишься. Пойди на одноклассники с цинизмом. Я понимаю, что это уже среди аудитории, типа вот в однокласснике там тупой быдл и еще что-то. Но нет, это просто сегмент. Сегмент аудитории. Или пойди в паблики в ВК, которые там тоже просто чисто позитивно скажут. Ну, какой-нибудь там быдл, наверное, сидит. Нет, это просто сегмент интернета такой. Люди хотят смотреть какие-нибудь там веселые картинки. И они, это много сегментов же непосредственно на рынке представлены. И чем больше интернет, тем больше этих сегментов. Интернет развивается, берешь что-то с запада в том числе, многое. Появляются новые какие-то веяния, и есть и такие, и такие, и такие. Трава зеленее, конечно, всегда была. Не знаю, по-моему, по-моему, интернет сейчас очень... Это ты находишься в той части интернета. Слушай, люди срутся. Они срутся, вот, любят, делиться на лагеря. Раньше такого не было. Я просто не припомню такого. Всегда было такое. Чтобы люди срались за телефоны, за консоли, всегда было такое. За компы. Что, какая-нибудь, я не знаю, какой телевизор марки, какой у тебя Дэнди, Сега, еще что-то. Шварц или... Да, но это всегда было просто в ином поле, скажем так, в иной сфере, и все. Сегменты, новые появились, не появились, это не столь важно. Конфликт постоянно есть. Людей много, мнений разных. Мне кажется, всегда так было и будет. Фиг его знает. Видимо, я просто... Ты состарился, ты старый стал. Старый. Старый? Сидит клинтист вот такой... Они в моем торговом центре постоянно снимают тиктоки. Хозяин торгового центра у нас здесь. Я правда устал. Мне кажется, мне кажется, понимаешь? А ну идите из моего торгового центра, суки малолетние. Я туда каждый день хожу, и мне кажется, что я на заднем плане сумасшедшего количества тиктоков. Они постоянно там их снимают. Я не знаю, я не понимаю тикток. Я правда не понимаю. Точно так же, как ты, наверное, не понимаешь, наверное, инстаграм. Потому что... Нет, почему я его понимаю, просто мне не нравится. Почему? Ну, фоточки... Я некрасивый. Нет, ну, фоточки выгружать как-то странно. Я... Это какой-то такой... Смотрите, я стою где-то, я просто не люблю такое. Я не очень люблю делиться там про себя чем-то. Я не из того типа людей, скажем так. Опять же, я понимаю его, я не имею ничего против людей, которые делятся, но я не в этом числе. Не в этом числе. У тебя нет такого позыва. Да. Сфоткаться там. Ну, они же, опять же, обзоры не делают на кино. Тоже... Что с них спрашиваются? Ну, знаю, твой и мой тоже позыв намного более странный. Посмотрел-ка фильм, давай-ка я запишу часовое видео. Где гавло, сейчас покидаю. Возвращаясь к теме обзоров, как ты считаешь, в принципе, не то, что твои, мои сюда тоже входят, в принципе, как жанр. это вещь какая-то полезная для, в принципе, киноиндустрии? Или оно существует отдельно и, в принципе, особо никак не влияет ни позитивно, ни негативно, оно просто, ну, как интертеймент отдельный? Влияние-то какое-то есть, мне кажется, потому что, опять же, там, взять того же Воронкова, которому прекратили доступ к деньгам. После обзора? Да. То есть, есть влияние, тут нельзя, я бы хотел сказать, что вот как бы, нет, я просто в интернете шучу, но оно есть, тут нельзя этого скрывать, оно есть. Тем не менее, сам жанр, мне кажется, он не ставит, не поднимает над собой флаг, мы ведем борьбу, неравную с кино. Да нет, я просто смотрю, рассказываю то, что думаю. Ну, влияние, оно какое-то прицельное, к сожалению, прицельное. В определенных ситуациях случается, значит, прицельное. Но не системное, наверное. Мне кажется, не системное. То есть, ничего в принципе, это не... Может быть, что-то в каких-то аспектах кого-то подгоняет, то есть, где-то вот там, хочется надеяться, что там Минкульт или Фонд кино что-то вводит, какие-то небольшие изменения, но это настолько незаметно, что даже, наверное, не стоит. А такая задача вообще ставится у тебя или нет? Нет, я понимаю, что это борьба с... если это называть борьбой, это борьба с рынком, который... Я не имею влияния непосредственно на прокаты и еще что-то. То есть, рынок будет существовать, вот он получает деньги, Фонд кино спонсирует, у них есть свои схемы, они там получают заработок и так далее. А зачем им из-за комментариев что-то менять? То есть, они дальше будут в каких-то аспектах или показательно, или когда действительно кто-то прям вот накосячил, они действительно скажут, мы прислушиваемся, вот Евгений молодец, Воронков денег больше нет, все так делайте. А в остальном весь рынок не будет меняться, у нас схема так устроена, как и опять же на Западе. То есть, есть там какие-нибудь прецеденты, когда вот рынок устроен так и был опять же с СВГНом или с кем, забыл, Охотники за привидениями. Насколько он известный и так далее. Насколько известный человек, еще что-то, рынок диктует свои условия и он теряет деньги, поэтому он будет давить. Хотя эта война очень спорная, но он попытается заткнуть его. Не получится, значит, окей, мы типа его не замечаем, но мы дальше в своей схеме вертимся и будем делать, как мы хотим, что приносит нам деньги. А никак не удручает это? Ну, это естественный ход вещей, то есть, мне уже не там 15 лет, когда я думаю, я сейчас скажу, что вот этот плохой фильм плохой, и все такие, да, он плохой, больше таких фильмов не выйдет, но это слишком наивно, так полагать. То есть, это не тот холм, на котором ты готов умирать? Не в этом плане. Здесь в том, что здесь умирать на нем в том числе не надо. То есть, это ничего не дает. То есть, ты живешь параллельно непосредственно с этим бизнесом. Бизнес существует сам в себе, и он получает бабки сам у себя. Я не влияю на него с такой точки зрения, что я не могу перекрыть ход деньгам. Да, есть какой-то там процент, возможно, небольшой, который влияет на сбор, совсем мизерный, и рынок его не воспринимает вообще. Но, с другой стороны, если брать от обратного, когда ты сделал ролик по, по-моему, дураку, это джамп стартнуло карьеру Быкова в каком-то смысле. На новый уровень. Я не думаю, что это все-таки подействовало, потому что сборы были не очень большие. Но просто сам, мне кажется, сам феномен Быкова, знаешь, что феномен? Сам Быков как режиссер, по крайней мере, среди интернет-аудитории стал известен именно благодаря твоему ролику. Хотелось бы в это верить, но мне кажется, что... Я просто у самого Быкова спрашивал, он сказал, да, это так. Мне хотелось бы в это верить, но мне кажется, что все равно в тот момент, когда не выходило ничего прям сверх, даже не сверх хорошего, просто нормального кино не выходило. Выходил просто какой-то ужас. И выходило кино с... Опять же, кто-то скажет, это арт-хаус, но это на самом деле понятно, что не арт-хаус, это все же кино, которое масса зрителей поймет. Это не Левиафан. Это же не поймет, а будет воспринимать. Потому что я лично, как обычный зритель, я не мог вывозить Левиафана, потому что мне скучно было смотреть. Дурака мне интересно смотреть. И вот такое кино, ему просто нужен был выход. Возможно, я какой-то выход дал, но я бы не стал себя там какие-то навешивать. Если бы на ТВ его показали, мне кажется, он бы нашел аудиторию. Еще где-то, еще где-то, он бы нашел аудиторию, потому что этот фильм воспринимается зрителем обычным. Там довольно простая история, лаконично показана, там простые герои, и я каждого героя могу узнать. И он будет работать на обычного зрителя. Проблема в том, что у нас есть определенное клеймо арт-хаусного кино, которое там не собирает и так далее, и так далее. Да и в общем-то люди не ходят на подобного типа фильма. Но мне кажется, жизнь у него могла быть в том числе на торрентах, в том числе на ТВ. Возможно, это вот с этим и связано. То, что типа рынок, он там как-то сам существует, и эти обзоры никак на это все не влияют. Но они безусловно не влияют. То, что люди спрашивают, почему ты не делаешь обзоры на хорошее кино в рамках Евген Комедиан? Да, да, да. Евген Комедиан. Да. Вот. Ну, в рамках второго канала. Да. Потому что это непродуктивно или потому что тебе творчески неинтересно или как? Мне это не очень интересно, потому что там я не могу разбирать кино, потому что там будут спойлеры. Мне кажется, что если ты разбираешь со спойлерами, а надо только так разбирать, иначе нельзя разобрать. Почему же? Ну, потому что без спойлеров. Ну, ты скажешь стандартные вещи. Неплохой фильм, там хорошие актеры. Но чтобы там разобрать сюжет детально, тебе надо говорить про что сюжет. Почему сценарий работает или нет, тебе надо разбирать. Ты можешь сказать, смотри, отлично. Ну смотри, вот ты пойдешь в киношколу, и тебе, допустим, в киношколе будут пояснять за, там, я не знаю, выпуск книг 67-го года. Ты что скажешь? Профессор, погоди, тут спойлеры. Нельзя со спойлерами. Не скажу. Ну, вот то же самое. Я понимаю, да, я говорю, мне надо будет спойлерить. Но мне кажется, что когда ты спойлеришь, у человека меняется впечатление при просмотре. А что, если сказать, йоу, посмотрите, дальше будет спойлер. По-хорошему, потому что я обычно... Опять же, я не буду шутить в этом ролике. Раньше мне было плевать на спойлеры. Правда, ты можешь мне заспойлерить все, что угодно. Я посмотрю, я за другими вещами хожу. Я считаю то, что если спойлер способен тебе испортить фильм, то это не... Он не испортит фильм, но он изменит твое восприятие этого фильма. Возможно, но... Но оно изменится. Я к тому, что если ты правда так считаешь, можно же сказать то, что, чуваки, посмотрите перед этим роликом, желательно фильм. Опять же, если я начну такой разбор, там не будет моментов, когда я смогу как-то пошутить над фильмом или что-то. Я могу просто порекомендовать его. То есть здесь сразу конфликт. Я его буду разбирать просто с сценарной точки зрения. Ну окей, мне это не очень интересно. То есть он хороший, фильм хороший. Вот он работает по этой причине. Спасибо за просмотр. Пока. Тебе нравится именно вот... Для тебя важно вот самовыражение себя в виде каких-то скетчей? Нет, нет, даже не в этом. Мне интересно разбирать именно кино, если... То почему оно не работает? Почему оно работает? Вот эта структура, вот это, вот это... Окей, да. Это, мне кажется, не так интересно. Но не обязательно, почему оно работает. Может быть, просто... Почему оно мне нравится? Нет, такие вещи можно делать, безусловно. Но я нашел выход гораздо лучший. Посмотреть, опять же, на просмотры обзоров такого кино и посмотреть на реакцию, когда я это кино упоминаю в обзорах, которые смотрят гораздо больше людей. Типа его вставить в контекст плохого фильма. Нет, в контекст хорошего... Да-да, в контекст плохого фильма я рекомендую посмотреть такой же фильм про такую же тему. Вместо вот этого? Да, да. И это оказывает гораздо больше влияния на зрителей. И тут я еще не перехожу через себя, не спойлерю. Потому что, если... Говорят концовку, я... Если бы хотел посмотреть фильм, я бы расстроился. Даже со сраным «Рэмбо 5». То есть... Хотя, казалось бы, что там спойлерить, простой фильм, но... А вдруг? И, в общем, спойлер все-таки это... Хотя нет, если бы мне спойлернули «Рэмбо 5», я бы очень расстроился, потому что я не ожидал такой концовки. Такой тупой. Вот. Но, тем не менее, посмотрите хороший фильм. Я вот порекомендую его тут-тут, но не буду разбирать его. Ну и плюс это сложнее, наверное, да? Вот, как сказать... Как-то... Когда тебе фильм не нравится, наверное, то, что у меня так, легче объяснить, что у тебя болит, нежели чем, когда тебе хорошо, объяснять, почему тебе хорошо. То есть... Нет, ну... Почему? Можно уже объяснить? Вот он работает, потому что персонаж раскрыт здесь, здесь, здесь. Вот эта сцена показывает то-то, то-то. Это тоже есть интересные... Просто смотришь эссе какие-то, почему там этот фильм работает, почему этот нет, почему этот фильм... Большинство из этих... Возможно, но я имею в виду, это тоже интересно смотреть. То есть, такой... Но делать это... Мне интересно именно в плохое взять, почему вот оно так. В какой момент вот это случилось. Опять же, я... Движение вверх для всех, для большинства зрителей на тот момент, это хороший фильм. Но мне интересно было, и попытаться я хотел донести, почему я считаю плохим его. Вот. Почему персонажи... Опять же, это зеркальное. Почему фильм плохой? Потому что там персонажи не раскрыты, сценарий там здесь проседает, здесь проседает. Мы берем отражение наоборот, где сценарий хороший, персонаж раскрыт, вот фильм и работает. Опять же, это в контексте плохих обзоров тоже внедряется. Я говорю, вот это... Такой же сюжетный поворот есть в таком-то фильме, и там он работает, потому что они показали вот эту сцену. Так было... Заложницу, например, в пример приводил. Понятно, что не самый там великий. Но, тем не менее, там мы сопереживаем за персонажа, потому что они раскрыли его семейное отношение. А вот в этом боевике мы не сопереживаем, потому что кто эта девочка? Мы ее первый раз видим. Мне кажется, что Заложница — это самый идеальный фильм для бать. Для батей. Потому что, если я правильно помню, мне кажется, это вообще целевая аудитория фильма Заложница — это бати. Потому что он говорит, дочка, не едь там в Европу, а то будет плохо. Она все равно едет, ее берут там в рабство или что-то такое, и он говорит, я же говорил, «Ладно, дочка, пойду-ка я тебя спасать». Мне кажется, каждый батя, который смотрит, слушай, дети, что происходит, как ты говорил, так и просто, ну ничего, батя пойдет рулить, это все. В любом случае, насколько для тебя важной в творческом плане является составляющая, потому что у тебя очень много скетчей в обзорах, это просто форма, которая позволяет тебе лучше донести свой какой-то поинт. Ну, доведение до абсурда определенной ситуации, чтобы явно была видна ошибка в сценарии. Ну, тут явно, наверное, есть еще какая-то творческая составляющая, потому что для тебя скетч, это прям что-то вот, ты там закупаешь кучу-кучу всякого реквизита. это тоже нравится, прикольно, там, не знаю, на танки поездить, сгонять, там, с оружия пострелять. Ну, это, опять же, вносит огромное разнообразие, то есть, на танки появиться, и там еще что-то, в Волгоград съездили. То есть, просто у стены, окей, да, но подать иначе, чтобы еще интереснее было, воспользоваться там ситуацией, которая, вот, танк и супергерои штурмуют танк. То есть, мне кажется, это зрителю будет интересно. Мне было бы интересно. Здесь это исключительно как инструмент, или это еще и какой-то творческий позыв? Я бы это смотрел, грубо говоря. Я к тому, что это, здесь есть какой-то креаторский, не знаю, как сказать, какой-то вот элемент. Вот, я что-то создаю, это вот мое творчество, то есть, какая-то вот мини. Но мне также интересно разбирать это на том же уровне. Просто я бы смотрел вот такие вставки, например, взять критика. Он ушел совсем в театральщину, кому-то нравится, но мне не очень, например, нравится. Но тем не менее, он бы смотрел такое, поэтому он делает такое. Я бы смотрел вот такое, поэтому я так подхожу. Скетчи, безусловно, интересно снимать тоже, как и пытаться разобраться. То есть, репортажи вставляют тоже, потому что мне безумно интересно смотреть, как они там врут и рассказывают. То есть, и то, и то творческая реализация, мне кажется. То есть, тут нет никакого позыва что-то свое снимать, как-то, там, не знаю, набивать руку, и, возможно, когда-нибудь там снять. Что мне кажется, это, кстати, это же очень-очень различные вещи. Отличаются очень сильно. То есть, снять скетч и снять фильм, ну, это же вообще разное. Снять свое скетч-шоу. Ну, это тоже. Это очень, это разные прям производства. Мне нравится контекст обзоров. Я к этому, я пытался специально, я наводящий вопрос, я к этому и вел. Я вел к тому, что, по-моему, это самое большое заблуждение. У тебя оно тоже есть. Ну, не в смысле наше заблуждение, а заблуждение, наверное, зрителей. Они считают то, что мы, ты, я, не знаю, у другого канала, его аудитория будет считать, что вот этот парень знает, как снять хороший фильм. Да почему фонд кино выделяет фильмы этим дебилам? Вот выделили деньги нашим парням, и они-то точно сняли хороший фильм. Нет, я соглашусь с этим, но, если иметь в виду хороший российский режиссер. Нет, я говорю про обзорщиков. Про обзорщиков, да. Но это разные вещи совсем. Даже можно сравнить уже миллион раз упоминаемые, везде здесь между нами в разговорах за кадром Бэтрип и обзоры. Это же вообще разные, разные подходы, и по-другому это должно делаться. Скетчи — это так, баловство. Да, это, зрители, это большое заблуждение. Это абсолютно разный набор талантов. Снимать что-то с нуля и реагировать на то, что уже было снято, и просто артикулировать свое мнение. Я в стендапе про это говорил, я рассказывал про то, что я очень легко могу на основе чего-то сделать или попытаться сделать шутку. Попытаться, но мне нужна основа, то есть мне нужно что-то. В моменте какой-то импровизации с залом вот человек выкрикнул, я могу на это среагировать, потому что у меня есть основа. А шутку из ничего придумать, прям, и также вот с каким-то контентом, пародию, мне кажется, я смог бы сделать, потому что, ну, у меня все заточено, я вырос на пародиях. А вот создать какой-нибудь фильм, это уже совсем другое, это взрослые мальчики там. Это, опять же... Я в шортиках все еще бегаю. О, цитируем великих. Да. Это абсолютно другой набор навыков. И жизненного опыта, я не знаю, какой-то... У тебя должна быть интересная какая-то перспектива, интересная, что ты принесешь. Нет, не обязательно. Можно набить руку просто. Набивать, набивать, но прикол... Хочешь ли такое снимать? Прикол в том, что-то надо набивать. То есть это надо снимать и так далее. Ты в другое совсем уходишь, в другую сферу. Грубо говоря, ты хочешь научиться на гитаре. Ты делаешь обзор на, я не знаю, на фильмы, и тебе говорят, давай сыграй на гитаре. Это разные... Надо научиться этому, надо сделать. Или дойти до этого. Опять же, появится какая-то идея, ну вот прям... Ну и тоже подход... Давайте сейчас снимем фильм, он обычно заканчивается смешно. Да, я считаю то, что фильм надо снимать тогда, когда у тебя... Я должен его снять. Да. Нет никакого другого варианта развития событий, кроме как я снимаю... Это должно выйти из меня. Стивен Кинг сравнивал это с Блювотиной, но написание книги... Возможно, я не знаю. Но он писал, что это как будто тебя тошнит, и тебе необходимо это сделать, потому что ты не можешь это держать, вот он книги и пишет. Но то же самое, мне кажется, и с фильмами. Вот, потому что... Есть, да, возможность снять, но... Насколько это... Ради чего? Да, зачем? Зачем, да. Что? У меня лично нету какого-то там вот... Хочу снять фильм, пожалуйста, дайте мне день. Нет. И я сомневаюсь, что это хорошая идея. Я сомневаюсь, что что-то правда хорошее этого выйдет. И поэтому можно сколько угодно... Нет, нужна идея и нужно желание. Да. То есть, если появятся какие-то мегаидеи, к ней сразу прицепится желание, потому что это идея, ну, невероятно, и нельзя о ней молчать, то безусловно. Но, опять же, есть другие возможности реализации этих идей. Есть, там, документальное кино, есть... И это тоже непросто. Опять же, есть книги, и это тоже непросто. И это, мне кажется, все в одной сфере. Вот сделай вот это вот. Ну, опять же, мне кажется, вот это есть твое творческое... Вот у тебя и у меня есть творческий позыв, и он манифестирует себя... Ну, реализуется так, да. В моем случае в виде вот таких видео на Ютубе. Да, они такие масштабы... Это все пошло с фразы «Ты сам сначала свое кино сними». Да? Ну, я имею в виду, в целом, это же сначала сперва добейся, это ко всему. Они, футболисты, плохо играют, можно сказать, сперва... Ну, к футболистам это не работает, на самом деле. Сейчас ты приготовишь, не знаю, там, суп, и приготовит там бабушка суп. Это же опять интернет-мема вадобейся, которые вышли из... Я же могу сказать, какой суп лучше. Но не сможешь сварить, да. Да. Ну, кстати, говоря о творческих позывах, позывах, снимать эти обзоры, у тебя он... Как он возник? Потому что у меня, я помню как. Я посмотрел... Ты был светелем этого. Я посмотрел трейлер «Защитников», с тобой в скайпе говорил, типа, полчаса... «Да как? Да тупо, да подожди, да погоди, Женя, куда спать? Подожди, стой! Да давай разберем!» Тебе говорю, чувак, сними видео на ютубе. И как-то... Да нет, сними, и как-то... Вот мы здесь. И вот ты с Аариком сидишь. И я с Аариком сидишь. Здравствуйте, да. Не так уж и... Не так уж и... Много вас разделяет. Да, да. У тебя как-то возникло? Посмотрел фильм «Утомленный солнце». Жопа загорелась Вот, кстати, вопрос Надо было по логике снимать обзор Первый «Утомленный солнцем» Я его снял, получилось говно Я его не выложил, он есть у меня на харде Лежит тихо в папочке Я начал снимать Причем он был сразу с лицом То есть ты тогда уже понял, что он плохой? Без опыта? Я его не выложил, да Я его при этом скинул Посмотрите, мне сказали нормально А что для меня не так было? Я плохо себя вел Я ужасно выглядел Голос плохо, все плохо Вот, там разбор, кстати Что интересно было, интервью Михалкова Не фильма Там фильм как бы параллельно идет Это уже вот эта вот ТВ-шная тема Его блога Вот, потом я выпустил видос Уже без лица Но с озвучкой На индийский, вот оно пошло-пошло-поехало И в какой-то момент мне показалось, что я могу сделать И я сделал То есть здесь Я сделал, не получилось Начал в этом поле Грубо говоря Набивать руку тренироваться И когда понял, что Скорее все, мне это по плечам Все-таки этот фильм-то Очень-очень различается Обзор индийского трэша Про Фредди Крюгера И разбор Там Никита Михалкова Со всеми интервью и так далее То есть большой Большой пласт тоже надо изучить И вот это все как Реализовать когда-то Никогда Не делал что-то подобное Вот вопрос Поэтому надо было Набить руку, чтобы сделать Ты пересматриваешь свои ролики Старые? Вот надо это делать Потому что я замечал Заметил в трансляции Что Некоторые зрители Подмечают то, что я говорил в обзорах Например, «Елки 5» Я рассказывал Про определенный Там сюжетный поворот Который они В шестой части Забыли, что они его использовали И его можно было использовать Так же, как в предыдущей части Но я на это не обратил внимания Что они за своей хронологией Не следят даже То есть я сам не слежу за своей И это неправильно Надо пересматривать Схожие обзоры по темам Необходимо просто Я Ты не боишься Кринжа словить? От прошлого себя Это как, знаешь Смотришь свою старую фотку Там, не знаю Или, не Как перечитываешь Свою старую переписку Вконтакте И такой У меня лично так Я нечаянно Нажал на свой старый ролик Просто свой голос Услышал Ну, я кринж хочу ловить Я смотрю Первый самый ролик Который никто не видел То есть Который у меня есть Я врубаю У меня еще несколько пилотов лежит Пилотов? Да Это не мои пилоты Это определенные шоу были И мне Ты про Сашу Крыш, что ли? Нет Это нет Тут я уверен был во всем Здесь запор это было Именно съемка И техническая часть А я про Некоторые пилоты Должны были выходить Передачи там Утренние Еще какое-то шоу У меня есть их пилоты И я когда хочу кринжить Я смотрю их Утреннее шоу Связанное с кино? Я там вел рубрику Ааа То есть Есть такое Как они это видели? Ты типа Начинайте утро с Нет Нет, а я просто рассказывал Про фильмы Которые были В прокате А, просто рубрика кино Да, да, да И просто я ее вел И как по прошествии лет Слава богу, что не вышло? Конечно Тогда уже было понятно Что слава богу, не вышло Пилот пришел Я Там уже ужасно все было При этом денег было потрачено много Насколько мне известно И опять Тоже кинули? Так Да, да, да Господи, что за индустрия такая Все-все так делают Сергей Захаренко Спрашивает Существует ли по мнению Жени Выход из такой ситуации Ситуации Которую мы наблюдаем сейчас в кино Или при существующем социальном устройстве Кино неизбежно будет скатываться Что мы наблюдаем не только у нас Но и везде, где в кино Индустрии заправляет капитал Ну, второй ответ Потому что, безусловно Кино зависимо от Происходящего вокруг От экономики От устройства и так далее Кино напрямую зависит от всех этих аспектов И пока эти аспекты не меняются Кино будет или таким же, или хуже Что мы наблюдаем в западном кино? Самопотребление идей Не приводит ни к чему хорошему И у нас то же самое Тоже самое повтор и так далее Не выгодно вкладываться в кино Которое может выстрелит А может нет Давайте вложимся В звездный войн Тут должно же И в какой-то момент и это перестает работать То есть ты думаешь, что до тех пор Пока В Если мы говорим про Россию В России В таком виде Допустим, социальный устрой В котором он сейчас То ничего не изменится Может измениться Если Вот мы можем пойти полностью По Голливуду Если, например В нынешнем социальном строе Закрывается Это уже не работает Потому что мы не можем При нынешнем социальном строе Так закрыть Ну окей, мы закрываем все рынки Доступно только наше кино Они пытаются это делать Тем не менее Это ни разу не обещает качество То есть они делают Сейчас они прижимают Какие-то западные фильмы Но качество у нас не меняется Они могут пробивать Какие-то аспекты И они начинают работать И они будут потреблять Например Спорт Сейчас миллион фильмов выйдет После движения вверх Там просто движение вверх Сейчас про Яшина Про еще-еще Там просто Гора фильмов В какой-то момент И это должно перенасытиться И это перестает потребляться На Западе Это какие-то старые Старые франшизы Которые должны Точно должны сходить А когда внезапно Выстреливают какой-то Дэдпул Все-таки О, теперь вот это доим То есть выстрелы-то будут Безусловно Но их будут потом уничтожать Как раз Полностью осушая От денег Скажем так Ну потому что Сама цель заработать денег Нежели привнести Какую-то идею Режиссера Что думает режиссер Это уже другой вопрос Здесь наверное как совпадет Если Как вот опять же Как в 70-х Хорошее кино Будет приносить деньги То Тогда да Тогда так случилось Но В нынешних условиях Мне кажется Вряд ли Случаются Случаются Когда внезапно Выстреливают Но Опять же На него бросаются Машина уже так налажена Что на вот этот вот Золотой камешек Золотой рудник Бросаются Осушают его полностью Десятью частями Продолжениями Сейчас Дэдпул Я не знаю Три наверное точно будет Четыре, пять, шесть И так далее И во всех так франшизах Которые вот только Она выстрелит Сразу-то все бюджеты Бросают Все давайте сейчас Сорвем все сливки А что будет потом Безрац Что персонаж Плевать Все осушим Осушается И Надо ждать еще Такого же кино То есть кино существует Ради заработка Не более того Есть артхаусное кино Опять же Есть Оно там может Предоставлять что-то Есть кино Там Южнокорейское Которое Попало в такие Рамки В такие условия Когда оно могло Там Голливуд его спонсировал Точнее Деньги Помогал В определенном плане Там Их есть менталитет И так далее Получился сплав Который там Удивляет всех Но в какой-то момент Опять же Если Рынок будет Двигаться По тем же условиям По которым он двигается Я просто очень Слабо знаком С историей рынка И рынком Кореи Но тем не менее Наш известен И западный Более-менее Если он будет Двигаться По тем же рельсам То оно все равно Уйдет к тому Что давайте Бабок срубим Как ты думаешь Вот если в это уравнение Вписывать Онлайн кинотеатры То есть я допустим Вот тут уже иначе Вот тут уже иначе Мне кажется Тут есть надежда То есть на западе Еще Мы видим примеры То есть Нетфликс выделил Сумасшедшие деньги Скорсезе Который снял Замечательного ирландца На Амазон Прайме Вышел Замечательный сериал Флейбэк Я не смотрел Но я понимаю Логику того Что там Зритель требует Определенный Вот И они пытаются Угодить зрителю Это безусловно Работает То есть В контексте Не очень У людей все еще Есть же потребность В таком хорошем Ну в моем понимании Хорошем контенте Но просто может быть Они Вопрос в том Что если Это все начнет Проваливаться То есть Вот в какой-то момент Тут проблема в том Что это нестабильная Нет определенной схемы Им приходится Они все равно Зависимы от сборов Это логично Они зависимы За счет ирландца Пока ранее Брано говорить Но флейбэк Это хит То есть Я к тому Что вот крупные проекты Например На таких На таких Платформах А я как раз таки Говорю То что Даже не про крупные Какие-то мелкие фильмы Это круто Это все безусловно будет Мамблкор От Ноя Баумбаха Дело в том Что это выходит Нетфликс просто Дает платформу Это замечательно Но подобное кино Выходило В любые времена Относительно Но просто Я не помню Конкретно Какую книгу Но я вот читал Чувак из индустрии Говорил то что Люди Как раз таки Вот такой контент Сейчас Сейчас да Условия такие Как и 70-е Определенные условия Так Я про Вот Именно авторское Такое Маленькое Камерное кино Смотрят в онлайн Кинотеатрах Да Онлайн кинотеатрами Получается Такая история То что У тебя уже есть подписка Где есть Как бы И Не знаю Друзья Все что угодно Но ты сам говоришь Что Нетфликс Завален говном В том числе Потому что Они скупают Весь контент Да То есть И все равно Безусловно Алмазы есть Но алмазы есть И в киносфере Обычно В кинотеатрах И там алмазы есть Насколько я вижу Происходящее Сейчас Очень многие Многие авторы В идеале Тоже Они Вот сейчас По крайней мере Я не знаю Что из этого выйдет Мы еще посмотрим Но они Ближе Уходят больше В стриминговый Быков Пожалуйста Сторож Они От кинотеатров Уходят В сторону Стримингового Но там Те же правила Работают Там тоже Нужны подписки Просмотры И деньги Да Поэтому мы вернемся Но вероятность того Что человек Кликнет И посмотрит Намного больше По сути они просто Получили рынок Еще один Чем человек Купит отдельно Этот фильм Да Они получили рынок Если вот у меня выбор Посмотреть допустим Подписочный сервис Это какой-нибудь фильм За 300 рублей Или посмотреть его же На подписке С играми Так же работает С играми Да Подписочные сервисы Пока замечательно себя показывают Хитренький Вопрос От Сеги Что нравится А что не нравится Евгению В ютуб-творчестве Ануара Тупое говно Тупого говна Ты знаешь Что такое зашква На самом деле Я за то Чтобы были Вот такие вставки Как когда-то На коньках ехал У тебя полтела Другого было прикручено Какая-то Вот такая Разбавляющая На гринскрине Да Это просто смешно Мне кажется А в остальном Вот это Разбавление Нужно Разбавление Мне кажется Но это опять же я Веселый Веселый паренек Вот Интервью Вот эти подкасты Ну мне кажется Говно Вот вообще Запись подкастов Да и гости Я не понимаю Где ты берешь Ладно я Ну вот этот Какой Этот режиссер Который снял Быков Ладно Это шутки Конечно же Ну вот видишь Ты разбавляешь Печально Что ты говоришь Что тебе нечего сказать Уже про какие-то фильмы Я просто вижу Во всем Каждый фильм Я понимаю Что уже подобные фильмы были Но мне все равно Каждый раз интересно Потому что разная шкура Если ты говоришь Что вот Мне не интересно Рассуждать про новые А мне охота узнать про новые Делай про новые фильмы Нет у меня Почему У меня прямо сейчас В разработке шесть сценариев Просто скорее всего Вам Большинство из вас Они будут неинтересны Большинство из вас Они будут неинтересны То есть там Какой-нибудь Быдло Понимаешь Да нет Да я понимаю Я шучу Но тем не менее Типа хочется Мне как обычным Да и мне было бы неинтересно Вот я вижу Я не говорю что Ой вам Вы не понимаете Да мне тоже было бы неинтересно То есть Вот я захожу Пусть человек с Патреона Решит Вот который задал вопрос Интересно ему или нет Какой ролик Захожу там допустим На Ютуб И вижу допустим Там Саз Борецкий падает И обсирается Или как он Называется 46 тысяч раз 4-16 тысяч раз Или какой-нибудь там Не знаю Обзор Там Хоррор Там из 80-х Под названием Степфазер Не знаю как там по-русски Приемный отец Где по сути не говорится Плохой фильм или хороший Он просто разбирается Конечно я посмотрю Саза Борецкого Вот Пример приведи Не уводи Пример Какой например сценарий Который ты точно не будешь публиковать И вот мы решим Как зрители А не я буду публиковать Я не говорю что я не буду Конечно я буду Я же это не делал Я в первую очередь Для себя это делаю Не для кого-то Ну короче я за то Чтобы была какая-то актуалочка Потому что мне интересно Даже во второй раз услышать Что Мстители Не работают здесь Или Такой-то фильм не работает здесь Потому что мне все Шкура другая Мы Я все равно Они отличаются Во многих аспектах По крайней мере Подчеркнуть Вот Вот Фильм вырос Потому что он добавил Вот это Фильм всрался Потому что он добавил Дюжева Ну это какую-то Такую хрень И Актуальные темы Все равно Мне самому Интереснее делать На актуальные Стало То есть иногда Можно стебануть Вспомнить какие-то Старые фильмы Но Актуалочку Сам хочу сейчас безумно Посмотреть Терминатор Я Рэмбо посмотрел Расстроился Но Терминатор Чтобы Чтобы неправильно Не поняли У меня нет такого Что я не хочу Эта принципиальная позиция Не делать на актуально У меня будет на Джокера У меня будет на Однажды в Голливуде Просто Люди требуют Когда Сделать что-то на актуально А я его смотрю Я Ну сори Здесь мне нечего сказать Если было бы что-то Я бы сделал Ну Справедливо С другой стороны Но мне Я именно из тех зрителей Которых Сделай Что я Ну не могу Не знаю Но мне проще Я могу спросить Севчок Ютуба в ближайшем будущем Внезапно Пусть мразь сдохнет Как говно А если нет То чем же Жене Как контентмейкеру Так нравится Именно такой формат Творчества И как его Можно еще развить В общем Какие у тебя Творческие планы Жень Скобка Я Творческие планы Я всегда отвечал Что я вижу себя В будущем Голым на коне Но на самом деле Там первая часть вопроса Кстати на самом деле Интересная Дело в том Что Зависит На самом деле Размер обзора Зависит от самого фильма Если есть что сказать Будет два часа Если нет Будет Вот 15-12 минут Как столько не они Например Просто я уже вместил Три обзора в один Чтобы был Хронометраж Потому что на 12 минут Уже как-то Стыдно выкладывать даже Вот Ну и интересно просто Уровень Челлендж падения Тем не менее Я не особо понимаю Идею Что вот надо уходить Надо вот полный Вот на пике уйти Мне кажется Что если есть Желание делать Надо делать Потому что Многие музыкальные группы Или Многие Авторы книг И еще что-то Их когда рамки Загоняли в условия Вот Надо написать альбом Надо написать книгу Вот они написали Несколько хитов И вот надо вот Еще выпустить Еще Потому что Деньги Давайте Быстрее Менеджер Продюсер Требуют И они Исписываются Делают хуже Хуже И вот тут Действительно Надо было уходить На пике Ребят У меня нет Каких-то вещей Которые на меня давят То есть У меня нет Продюсера Который говорит Надо 10 обзоров За месяц Быстро На меня никто не давит Я не Исписываюсь Потому что Возможно Характер такой Потому что я Аааа У меня Точнее Исписаться В том контексте Что выгорел Я не выгораю Есть сложности Каждый раз Там при монтаже Но это Технические вопросы Сука Хватит Вылетать Вот В остальном Мне так же интересно Как и Вся разница С первыми обзорами У меня в том Что тогда мне было страшно И многое непонятно Сейчас мне Некоторые вещи Понятны И не так страшно Но в остальном В принципе Все то же самое Что и было А как я вижу Развитие Не знаю Вот посмотрим В какой-то момент Я там уходил В скетчи Какие-то там Сюжетные В какой-то момент Были прям сюжетные Потом мне Показалось это Не очень хорошим И я ушел В именно Облицовку обзоров Какой-то там Вид Вот мы Походили по пустыне Что просто Интереснее было В контексте Ситуации И скетчи Какие-то В контексте Ситуации Которые совпадают С фильмом делать Дальше что-то еще Может появиться Я уж не знаю Но дело в том Что это пока Ну а стендап Можно считать За творческий рост Это же тоже Типа ответвление Мне кажется Что стендап Это тот же самый Простите уж Повдеж Который В интернете Просто он основывается Не на фильме Паразитирует Не на кино А паразитирует На ситуациях Которые у меня были И это в принципе Те же самые обзоры Только без скетчей В общем-то Это то же самое Только облеченный Немного в иной формат То есть в принципе Я делал то же самое Что делал с обзорами Только в обзоре В кино Была какая-то сценка Где я такой Ха Вот это вот Говно По этим причинам И вот такая шутка здесь А здесь была ситуация Которая в жизни случилась Где писалось такое же То есть Понятное дело Что гораздо проще В этом плане обзоры Потому что Здесь ненаглядно Тут тебе надо донести И это Ораторское Гораздо сложнее Все Но тем не менее Мне кажется Это в принципе Одно направление И я бы не сказал Что это развитие Это просто параллельная линия Но это тоже чертовски сложно У меня историй Очень мало То есть вот сейчас Мы ездили И появились какие-то истории А так Я целыми днями Вот Просыпаюсь Там работаю Тренируюсь спать Ложусь И в принципе Никуда не выезжаю Все время дома Не тянет? Вообще нет Я хочу работать Ну Ты же в кино особо не ходишь Нет Я ходил последний раз На Оно И Оно один? Два Поэтому я не пойду Больше в кино Ну сходи Надо ссать на жизнь Замечательно Надо сходить Но опять же Я всегда говорю Времени нет Посмотрю Горько три Вот Поэтому Вот Я не думаю Что это Слово Развитие Еще что-то Вот я никогда Не понимал Мне кажется Здесь проблема была В том Что человек просто Устал это делать Рэй Уильям Джонсон Который такой Все Другой будет человек И я не понимал Ну возможно Он просто исписался Ему не хочется Он выгорел Он не хочет это делать Но я-то ужасно хочу Я с детства Постоянно рассказываю Про кино Там кому-то Что-то У меня такие впечатления От фильмов Что я вот В этом направлении До сих пор Пытаюсь Что-то кому-то Рассказывать То есть Наверное просто Народ Воспринимает Это как Какую-то Ступень Но не воспринимает Это как Отдельный Собственно Скажем так Какой-то Жанр Нет вопрос Если это ступень Что там на самом Пьедестале Кино снять Но это опять же Другое совсем А потом кино с ними Скажут А что ты не хочешь В политику пойти Да То есть у нас нет Какого-то верха А что ты в политику Ты не хочешь Сектантом стать главой Циркви Это очень странно Поэтому Мне кажется Вот мне это нравится Из меня это опять же Выплескивается Потому что я хочу это делать И это надо делать Потому что Ты иначе не можешь Да был определенный Тяжелый период Когда я параллельно делал обзоры И параллельно работал И в какой-то момент У меня не усталость к обзорам Ты имеешь ввиду работу Которая Ежедневная работа Настоящая Настоящая Обычная работа И там было желание Отказаться от обзоров Но не потому что Мне не хотелось сделать Потому что я не мог Физически делать То есть Был график настолько Вот устал Это когда ты Дестрендинг работал? Что? Когда ты курьером работал? Нет Курьером Курьером норм Когда я на России 24 работал И там Несмотря на то Что был неплохой график Но все равно Большую часть свободного времени Убивала Или работа Или обзора И в какой-то момент Я или думал Уйти Раз в две недели Или Вообще Выпускать Типа Я уже не хочу Потому что Мне надо идти на работу То есть Вот такая вещь была И это не проблема Был обзор Ты перестал ходить на работу И стал делать обзоры Да До того Как обзоры стали приносить Какую-то прибыль Когда мне начали платить По-моему Вместо пяти тысяч За обзоры Двадцать Двадцать тысяч? Да За один обзор Тогда я такой Ладно я смогу выжить на двадцать тысяч Мне нормально Пока И ушел с работы Где платили Тысячи наверное Писи Меня туда В принципе я устроился Туда потому что Мне не хватало Пяти тысяч Мне надо было За обучение Платить еще параллельно Я еще учился параллельно Каждый раз Когда ты начинаешь Про это договорить Тут Вот это усталство Ты работаешь И учишься И короче Здесь все вот Наваливалось так В общем Прикольно У нас беседа вышла Надеюсь то что 2020 год У вас И у вас Будет Лучше чем Девятнадцатый И Собственно Меньше нервов Не тратите Думайте о хорошем Смотрите Хорошие ролики Окружайте себя Хорошими людьми В которых Вы И не доверяйте Всяким Суачам Да Вот так наверное И закончим На этом Все Счастливо Спасибо за просмотр И не забудь про подарок От кинопоиска В описании Хочу выразить Огромную благодарность Вот этим Бигбоем С Патреона За то что Оставались со мной И поддерживали канал На протяжении Этого Увлекательного года Желаю вам Хорошо Встретить 2020 И всего Самого Наилучшего Увидимся уже В новом Десятилетии С вами была Нуар Да Благословит вас Жубан Продолжение следует